Добрый вечер всем, кто присоединился к нам онлайн. Сегодня проект Doc2Doc представляет вам классную лекцию, касающуюся торч-инфекций. И мы благодарны бесконечно фонду Антон Тут Рядом, который нам помог с местом проведения этой лекции. И если вы хотите поучаствовать в жизни фонда, поблагодарить за лекцию Валентина Сергеевича сегодняшнюю, то на ваших экранах будет QR-код, по которому можно свои пожертвования фонду Антон Тут Рядом принести. Будем очень благодарны за такое сотрудничество. Сегодня лектором у нас выступает Валентин Сергеевич Ковалев, врач-инфекционист, педиатр. Я думаю, много надо каких-то регалий озвучить. В общем, я думаю, что один из самых сведущих в обсуждаемом вопросе людей. Я с большим удовольствием Валентину Сергеевичу передаю слово. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу разобрать довольно актуальную тему, потому что вопросов по этому поводу всегда поступает много, пациентов по этому поводу тоже приходит много. Это будет не совсем, конечно, академическая лекция с научными выкладками, а больше такой небольшой алгоритм, как что делать и что, наверное, не надо делать. Поэтому сегодня я хочу остановиться на все-таки врожденных инфекциях, на том, что же такое вообще торч, потому что слово-то известное, но мало кто вообще представляет в совокупности, что это такое. Ну и остановиться на герпесовирусных инфекциях, на том тоже, что это вообще такое, когда их нужно искать, когда их искать не нужно. И, наверное, все-таки часть сегодняшнего дня будет такой вот больше теоретический материал, и часть я хотел бы все-таки каких-то ответов на практические вопросы, чтобы это была не просто такая лекция пустоту, а чтобы видеть какую-то реакцию вообще, и вопросы, что людей беспокоит и тревожит. Вот, поэтому, наверное, начнем с врожденных инфекций. Значит, ну, понятно, что такое врожденная инфекция, да, какие могут быть последствия в зависимости от сроков возникновения инфекции. Это может быть и самопроизвольный выкидыш, и различные пороки развития, и преждевременные роды, и именно сама инфекция, как с клиническими манифестными симптомами, так и бессимптомное течение инфекции. Ну, и к основным, наверное, возбудителям врожденных инфекций относятся вирусы группы Герпеса. Это первый, второй тип цитомигаловирус, реже вирус ветреной оспы. ВИЧ-инфекция, но на ней останавливаться мы не будем. На гепатите B, я думаю, тоже не будем останавливаться. Если какие-то вопросы есть, я думаю, можно их задавать. Вот, поэтому, ну, по поводу механизма передач врожденных инфекций, это может быть как инфицирование трансплацентарное, так и инфицирование через родовые пути, что более характерно как раз для ВИЧ-инфекции и для инфекции, вызванной гепатитом B. Также надо помнить про возможность передачи инфекции уже в постнатальном периоде при тех же гемотрансфузиях и уже при контакте с пациентами инфицированными. Значит, ну и по поводу, опять же, сроков возникновения различных проблем относительно сроков инфицирования. Инфекция в первые две недели после зачастия – это в основном тяжелые, фактически, пороки, да, областопатии, которые заканчиваются спонтанным выкидышем на ранних сроках. То есть, фактически, беременность дальше не развивается. Значит, со второй по десятую неделю – это как раз те истинные пороки развития, о которых мы говорим. Это могут быть пороки сердца, например, пороки нервной системы, влияние вируса, например, или какого-то иного возбудителя именно в этот период вызывают такие проблемы. Значит, ну, можно говорить о ранних фитопатиях с десятой по двадцать восьмую неделю беременности. С двадцать восьмую по сороковую – это уже поздние фитопатии, когда чаще всего всё-таки развивается картина именно самого инфекционного заболевания, врождённой инфекцией. Вот. Я думаю, на этом стоит остановиться. Значит, по поводу путей заражения. Это трансплацентарный путь через или плаценту, или разрыв околоплодных оболочек, родовой канал во время родов, интернатальный – это характерно как раз для ВИЧ-инфекции, больше и гепатита В. И внешние источники после рождения, постнатальный период – это в основном или гемотрансфузии крови, инфицированные цитомегаловирусные инфекции или какими-то другими заболеваниями. Ну и, собственно говоря, какие могут быть исходы. Это может быть инфекционное заболевание полноценное с выраженной клинической картиной, это может быть самопроизвольная санация от возбудителя с приобретением иммунитета и может быть формирование носительства этого инфекционного агента с возможностью развития заболевания в будущем. Это может быть характерно как для токсоплазменной инфекции, так и для цитомегаловирусной инфекции. Ну и, собственно говоря, наличие инфекции у матери и инфекционного поражения последов, что очень любят исследовать на гистологии, не означает стопроцентного инфицирования врожденной инфекции плода и новорожденного. По поводу аббревиатуры ТОРЧ, это 1971 год, ВОЗ определил это как такой ТОРЧ-синдром, как инограмма по основным буквам и тех инфекций, которые входят в эту группу. Это токсоплазмоз, это краснуха, это цитомегаловирус, это герпес, ну и, собственно говоря, другие. В эти другие входят и гепатиты, и сифилис, и микоплазма, и стрептококки группы В, и кандида. Сейчас, в принципе, довольно актуальна парвовирусная инфекция, вызванная парвовирусом В19. Также можно говорить о врожденной инфекции, вызванной вирусом ветреной оспы. Ну и если нет четкого этиологического диагноза, если мы ничего не определяем, однако же есть соответствующая клиника инфекционного поражения, то мы просто говорим о Торч-синдроме. Врожденная цитомегаловирусная инфекция. Довольно частый вариант, путь передачи трансплантцентарный. Надо помнить, что основная группа риска – это беременные женщины, которые до беременности были серонегативны, и которые не имели этой инфекции до. Это основная группа риска. То есть наиболее опасно приобретение цитомегаловируса, инфицирование беременной цитомегаловирусной инфекцией именно во время беременности. Поэтому, соответственно, при скрининге в женских консультациях стандартно в декретированные сроки берутся антитела G к группе инфекций, и наличие антител к классу G говорит о том, что беременная женщина уже имеет латентную инфекцию, и риск передачи данной инфекции к плоду и к новорожденному ребенку намного меньше, чем у женщины, которая не имеет этих антител, и которая могла приобрести острую свежую инфекцию именно во время беременности. Однако есть варианты и реактивации своей латентной инфекции во время беременности за счет определенной иммуносупрессии, или инфицирования другим серотипом цитомигаловируса, что также может привести к врожденной цитомигаловирусной инфекции. Про это тоже надо помнить. Мы знаем, что примерно 80-90% взрослого населения являются носителем, то есть у них есть латентная персистирующая инфекция. Цитомигаловирус тропен к цилиндрическому эпителию, в принципе в нем и проживает, и поэтому в течение жизни он периодически там выделяется, и мы методом ПЦР можем его обнаружить в различных средах. Это не всегда говорит о том, что у нас имеется острая инфекция. И наличие высоковидных антител класса иммуноглобулинов G соответственно подтверждает о том, что все-таки эта инфекция старая и латентная. Про что можно еще сказать? Да, инфекция может, ребенок может инфицироваться путем интернатальным при прохождении через родовые пути, может инфицироваться через грудное молоко и может инфицироваться с помощью трансфузии препаратов крови, которые рутинно не тестируются на цитомигаловирус. Про это тоже надо помнить. Но опять же надо понимать, что для плода и ребенка наибольший риск представляет именно инфицирование цитомигаловирусом у матери во время беременности ранее не болевшей матери. То есть если мать, например, имеет уже персистирующую инфекцию, имеет антителаджи, которые через плаценту попадают к ребенку, ребенок от этой матери несомненно инфицируется цитомигаловирусом, но у него не развивается манифестная картина. То есть это будет такая же латентная инфекция, которая в принципе никакой угрозы для жизни ребенка не представляет. Так, ну по поводу такой манифестной врожденной инфекции, как она может проявляться все-таки? Это довольно тяжелая инфекция, чаще всего с поражением центральной нервной системы, так называемый энцефалит, меннингоэнцефалит, поражение печени в виде гепатита, может быть поражение кишечника, и специфическое поражение органа зрения, и как исход может быть также поражение органа слуха. Соответственно, мы должны помнить о том, что, например, у нас мать не болела цитомигаловирусной инфекцией, вдруг у нее происходит сероконверсия во время беременности, у нее появляются антитела, допустим, низковидные, и если ребенок рождается с признаками такой инфекции, обычно это все-таки довольно тяжелое состояние при рождении, ребенок попадает в отделение интенсивной терапии новорожденных, там проводится соответствующая диагностика, и начинается соответствующая терапия специфическими препаратами. Вот, ну, опять же, надо понимать, на этом я дальше остановлюсь, что бессимптомная цитомигаловирусная инфекция, в принципе, в терапии препаратами не нуждается. Соответственно, на чем можно еще сделать акцент? Инфекция может передаваться через грудное молоко, цитомигаловирус может выделяться в грудное молоко, как и в другие среды организма, и там может определяться соответствующими методами, но, опять же, риск развития тяжелого синдрома, связанного с врожденной инфекцией, при таком способе передачи, в принципе, невозможен, поэтому ребенок просто инфицируется. Что надо еще помнить? Да, что ребенок с таким синдромом получает противовирусную специфическую терапию, возможно, варианты я про них скажу, далее он требует все-таки наблюдения в постнатальном периоде, обязательных осмотров окулистом, осмотр глазного дна для выявления специфических симптомов, это будет специфический хориоретинит, опять же, аудиоскрининг, осмотры периодически сурдолога, потому что основные у нас мишени поражения, особенно отсрочные, это зрение и слух. Мы, в первую очередь, следим за тем, чтобы ребенок видел и слышал. Поражения печени и гепатита, они, в принципе, не специфические, мы можем увидеть по повышению трансаминаз, опять же, это не сильно тяжело протекает, хуже всего, когда это генерализованная инфекция по типу такого сепсиса, подобного синдрома с развитием врожденной пневмонии, и поражение ЦНС, все-таки, наверное, это доминирующее по тяжести поражение. Хотел бы остановиться все-таки на диагностике, потому что тут возникает больше всего проблем. У нас есть, ну, вирусологический метод, в принципе, нам практически недоступен, то есть это выращивание вируса на куриных эмбрионах, это в основном все-таки методы, связанные с какими-то лабораторными экспериментальными исследованиями, и рутинно они не проводятся. Значит, мы можем обследовать мать и ребенка серологически, мы можем определять антитела класса иммуноглобулина М, класса иммуноглобулина G в сыворотке, и мы можем определять ДНК самого вируса в различных средах. Это может быть кровь, это может быть цереброспинальная жидкость, может быть отделяемая носоглотки, моча, слюна. Чувствительность наиболее высока у мочи и слюны, однако тоже надо понимать, что для постановки диагноза острой активной цитомигаловирусной инфекции выделения вирусов мочи или слюни недостаточно. Желательно обнаружение ДНК вируса хотя бы в двух средах, и желательно, чтобы одна из этих сред была все-таки или кровь, или цереброспинальная жидкость. Тогда мы все-таки можем говорить об активной инфекции, а не о носительстве, потому что, опять же, после перенесенной инфекции формируется длительная латентная инфекция, пожизненная, и методом ПЦР мы можем определять этот вирус как в моче, так и в отделяемом из носоглотки, в течение длительного времени дискретно. То есть он может выделяться, может при каких-то различных интеркурентных инфекциях выделяться, а потом не выделяться. То есть это диагностического какого-то значения не играет. Что еще надо понимать? Что ПЦР-диагностика важна в первые 2-3 недели жизни. То есть именно в эти сроки мы должны этот вирус обнаружить в наших средах. В более поздние сроки очень высок риск того, что это будет уже при внесении вируса извне в постнатальном периоде. Что будет требовать совершенно, собственно говоря, другой тактики, это будут уже неврожденные инфекции. Ну что можно сказать еще? Что да, после инфекции, после врожденной инфекции, младенцы и дети этот вирус выделяют длительно, выделяют годами, что не является, опять же, критерием острой инфекции. И, опять же, даже касательно вакцинации, надо помнить, что обнаружение ДНК-вируса в различных средах при отсутствии симптомов острой инфекции противопоказанием к вакцинации являться не будет. Это всегда вызывает очень большие вопросы почему-то, однако же в отношении ВИЧ-инфекции таких вопросов не возникает. Мы все прекрасно понимаем, что обнаружение нуклеиновых кислот вируса иммунодефицита в крови противопоказанием к вакцинации не является, а, наоборот, является показанием к дополнительной вакцинации этих детей, что, опять же, прописано в национальном календаре. А давайте сейчас, пока мы не ушли, чтобы по горячим следам, потому что я, наверное, тогда вернусь по таксу инфекции, чтобы у нас все-таки интерактив был. Да-да-да. Подскажите, если беременные берут эту кровь на иммуноглобулин G в конце второй недели бессимптомного инфицирования, не спутает ли это картину? Стандартное исследование предполагает определение о видности? Стандартное исследование о видности не предполагает, берутся антитела, причем антитела чаще всего методом иммуноферментного анализа. Значит, от чего я хочу предостеречь? Ни в коем случае, я не помню, будет про это или нет, по-моему, в конце будет, ни в коем случае не смотреть антитела класса М, особенно методом иммуноферментного анализа. Очень много перекрестных реакций, тест-системы недостаточно совершенны, и очень много приходит пациентов, которые имеют G, причем потом при дальнейшем исследовании оказывается, что эти G в СК видные были, и вот эти вот антитела класса М, они смущают, и очень часто, скажем так, доктора в консультациях начинают пугать тем, что вообще будет врожденная инфекция, все, срочно бежим делать аборт. На самом деле, я вам открою тоже небольшой секрет, мы как-то проводили исследование с ИВР, это к разными методами параллельно, да, я сам сдавал кровь, мы смотрели методом ИФА, методом хемилюминесцентного анализа, ну, известный метод на архитекте, который выполняется, и, собственно говоря, получалось так, что у нас в ИФА ИГМ плюс, в хемилюминесценции ИГМ минус, то есть, и наличие, опять же, иммуноглобулина G параллельно нам опровергает активную острую инфекцию. Врач-кушерогинеколог Лахта клиники Хиври Чекатерина Борисовна, ради дискуссии хотела небольшую такую ремарочку сделать в наш нынешний действующий приказ, ровно как и в предыдущей, обследование на иммуноглобулина МЭДЖИ к цитомигаловирусу не входит. Это не является обязательным обследованием во время беременности. В настоящее время единственной инфекцией, на которую мы обследуем, в смысле иммуноглобулинов МЭДЖИ, это краснуха. По прошлому приказу 572-му еще была токсоплазма. Ну, на самом деле это хорошо, потому что сейчас у нас, скажем так, 20 лет назад доступность серологического тестирования населения была невысока. И не было такого повального скрининга. А сейчас у нас у многих врачей возникает такой соблазн, вот приходит пациент, а давай-ка мы ему назначим все. И ИГМ, и ИГДЖИ мы назначим ему, и на все, и потом получаются результаты, которые мы, собственно говоря, не можем трактовать. Поэтому я когда пациентам обычно объясняю, другим врачам, если мы назначаем анализ какой-то, мы должны понимать, что мы будем делать с его результатами, что мы будем делать, если результат будет положительным, что мы будем делать, если результат будет отрицательным, и как вообще, какое практическое приложение от этого нашего знания, какой выхлоп будет. Потому что, ну, мой любимый анализ, но это немножко из другой офферы, это моя любимая векторовская панель на антитела джигельминтом. Это, не знаю, это, наверное, ужас любого инфекциониста, потому что, ну, да, и сопричастных тоже врачей, потому что вот это вот безумное. Давайте мы назначим всю номенклатуру, которая есть в прескурантиклинике, когда пациент приходит непонятно с чем, а вот мы ему назначим, а вот что-то выстрелит. Ага, у него будут антитела М к трихинеллам, например, да? Человек, который всю жизнь жил в Санкт-Петербурге, который не ходит с ружьем на медведя, который, как бы, можно сказать, не ест сало, да, особенно привезенное откуда-нибудь с Ростовской области. Ну, откуда у него трихинеллез? Поэтому, в первую очередь, хотелось бы докторам сказать, сначала мы клинику смотрим, да, думаем, что мы будем назначать, потом мы решаем, какие анализы мы назначаем в этом случае, а потом уже мы думаем, как мы их будем трактовать в соответствии с клиникой, потому что, к сожалению, вот этот соблазн назначить всю номенклатуру на герпес вирусы, на ирсиние антитела, тоже очень спорный сейчас момент, опять же, очень некачественная тест-система, которая, ну, я думаю, что если я сдам, у меня, наверное, тоже будут антитела, эмкерсинием, ну, вот такая-то система. Вот, и на этом основании потом же диагнозы ставятся, и одно дело, там какая-то вирусная инфекция, которую полечат чем-то непонятной чем, и ладно, а другое дело, когда этот эрсиниоз начнут бомбить какими-нибудь левымицетином, что, собственно говоря, потом придет к последствиям. Я, честно говоря, не читал гинекологических приказов, вот, я просто знаю, что ко мне приходят периодически пациенты, приходят пациенты в истерике, потому что они сдают антитела G и зачем-то им назначают M. И имея антитела G, например, с высоким титром к вирусу краснухи, о чем дальше мы будем говорить, так довольно кратко, соответственно, они получают какие-то надпороговые антитела класса M, V, F, которые, собственно говоря, вот контроль превышают, ну там в полтора раза даже, ну вот надпороговые, и находятся люди, которые пугают, говорят, все, врожденная краснуха, срочно идем делать аборт. Ну какая может быть врожденная краснуха, если есть высоковидный G, если, например, эта женщина специально год назад до беременности получала вакцинацию. Поэтому вот тут с сирологическим скринингом очень много вопросов возникает, и как раз иногда лучше не назначить, чем назначить лишнее. Поэтому, ну вот по поводу, сейчас, наверное, пройдем вот эти все врожденные инфекции, наверное, резюмируем, что все-таки, да, мы назначаем G, если мы получаем положительные G, то, я думаю, на этом мы останавливаемся в нашем диагностическом поиске. Ну если уж очень хочется посмотреть, если были какие-то сомнительные случаи, например, к нам приходит беременная женщина, у нее, вроде как она не помнит, что у нее было, да, и вдруг она во время беременности получает G там на какой-нибудь там 30-й неделе, а на какой-нибудь там 15-й неделе она перенесла что-то мононуклеозоподобное. Да, вот тут мы можем, наверное, уже попробовать овидность назначить, посмотреть, что у нее там вообще творилось, не перенесла ли она действительно первичную CMV инфекцию во время вот, например, какого-нибудь первого-второго триместра. И как мы дальше, опять же, будем с этим, с этой женщиной и с ребенком работать? Можно я вопрос по поводу диагностики? Все-таки мы, получается, не берем с интервалом в две недели иммуноглобулина G в парных сыворках пациентов, когда, допустим, ставим инфекцию? Острую инфекцию неврожденную? Значит, все-таки... Как мы все-таки, да, вот я просто в разных источниках... А это мы дальше пройдем. Если просто про герпесы, это дальше. Мы сейчас давайте пока врожденные инфекции немножко закончим. Там по врожденным есть что-нибудь, CMV, еще вопросы? Все, значит, давайте поехали дальше. Токсоплазма. Значит, с токсоплазмой ситуация, в принципе, такая же, как с цитомигаловирусом. Соответственно, раньше мы тестировали беременных, сейчас, я так понимаю, мы не тестируем беременных. Ну, может быть, это и хорошо, потому что носительство токсоплазменной инфекции, латентное, так называемое, вот это вот паразиты носительства есть у многих. И тут тоже надо понимать, что основную опасность представляет инфицирование ранее не болевшей беременной женщины во время беременности. В зависимости от сроков этого инфицирования, вспоминаем предыдущий слайд, возникают различные проблемы. Это могут быть выкидыши, это могут быть пороки развития или формирование, например, инфекции, чаще всего с поражением органозрения нервной системы, что характерно как раз для токсоплазмы. Ну, может быть, конечно, вот весь комплекс вот так называемой этой врожденной инфекции, это может быть различные варианты сыпи, геморрагическая сыпь и желтухи, поражение сердечно-сосудистой системы, но в основном все-таки смотрим, да, нервную систему, специфические изменения в головном мозге, по данным визуализации специфические изменения на глазном дне, хориоретинид специфический, да, токсоплазменный, вот, и, соответственно, решаем вопрос, надо ли лечить дальше этого ребенка. И с терапией там тоже не все так просто, потому что есть разные группы препаратов для каждой стадии инфекции, то есть мы беременных лечим одним препаратом, ну, это спирамицин, в принципе, да. Инфекцию уже симптомную, постнатальную мы лечим совершенно другими препаратами, тут спирамицин как раз совсем не пойдет, это будут комбинации сульфаниламидов там с другими протозоинными препаратами, поэтому тоже надо понимать, что в первую очередь надо поставить диагноз и подтвердить его, а не опять не лечить антитела. Поэтому, что надо знать по поводу токсоплазмы? Ну, да, я сказал, что это только первичная материнская инфекция ранее не болевшей женщины может привести к врожденной инфекции. Реактивация или реинфекция новым сиротипом бывает, но случается гораздо реже. Инфицирование токсоплазмой, в принципе, происходит при контакте с животными, это раз, и надо помнить о таком источнике этой инфекции, как сырое мясо. Поэтому не рекомендуется беременным женщинам пробовать фарш на вкус, если вы делаете котлеты, например, не увлекаться всякими там карпаччо-тартарами и, в принципе, прочими продуктами из сырого мяса, потому что это таит в себе некий риск инфицирования. Ну и опять же, если у вас там есть кошка, то убираться за кошкой, используя перчатки, например, и определенные методы тоже защиты. Так, что еще можно сказать по токсоплазме? Да, наверное, по токсоплазме в принципе все. Так, врожденная краснуха. Про врожденную краснуху говорить мы уже начали. Врожденная краснуха, к сожалению, сейчас встречается. Я, правда, ее видел один раз пару лет назад. Это были очередные наши любимые веганы-сыроеды, которые рожали на Бали. Ну, это у нас уже классические дамы. Вчера как раз я по поводу коклюшной инфекции одно выступление у меня было, и мы как раз вспоминали наших друзей, которые потеряли ребенка от коклюшной инфекции. Вот. Значит, что можно сказать про краснуху? Все, наверное, слышали такой термин, как триада Грега. Это типичные проявления врожденной краснушной инфекции у новорожденного, которые включают порог сердца. Насколько я помню, у того ребенка, которого я видел, там был, по-моему, стынострогачный оттерий, но не буду врать, может быть, память меня подводит. Там было поражение органа зрения, поражение слуха, а ребенок к нам попал, потому что там было еще повышение трансаминаз, они ходили к неврологу, их направили на реабилитацию, перед реабилитацией надо было сдать АЛТ и дисгруппу, как обычно, ну, стандартные методы на наши любимые анализы, которые сдаются при любой плановой госпитализации. Вот. Ну, собственно говоря, там вылезли повышенные трансаминазы, и почему-то этот ребенок нам попал с диагнозом вообще гепатит. Ну, потом вот стали смотреть, а там оказалось много всего интересного. Там антипрививочники мать перенесла в Москве на седьмой, по-моему, или на десятой неделе беременности что-то похожее на экзантему с сыпью. Она не обследовалась, соответственно, ну, это были естественные лотосовые роды, так называемые, и в Индии уже там был заподозрен порог сердца, потому что они обращались к специалистам. По-моему, еще тугоухости, а они пошли еще почему? Потому что мы увидели, что идет поражение зрения, они увидели катаракту, глаза выглядят не так. Вот. Поэтому, ну, к сожалению, специфической терапии такой инфекции нет. Опять же, как и для цитомигаловируса, наиболее опасно приобретение инфекции ранее не болевшей и непривитой женщины в течение беременности. То есть мы тестируем беременную женщину на антитела класса G. Если есть антитела класса G, мы заканчиваем ее тестирование. Собственно говоря, она или привита, или болела, скорее всего, привита. Что еще про краснуху надо понимать? Краснухи сейчас практически не встречается. И многие надеются на естественный иммунитет и на контакт с вирусом краснухи где-то в популяции. Это случается очень редко. А если это случается, это случается в самое неподходящее время, вот как у этой женщины. Поэтому желательно все-таки, так как против краснухи у нас есть вакцина, желательно привиться, собственно говоря, и голова болеть не будет. И если у нас женщина привита и имеет антитела класса G, то нет смысла искать антитела класса M. Потому что вот тоже очень много приходит, у кого эти надпороговые антитела M. И находятся умельцы в консультациях, которые, конечно, уже там говорят, что все. А вы понимаете, что психика у беременной женщины довольно хрупкая, и люди приходят, конечно, в таком генерализованном тревожном расстройстве, что требуется помощь специалиста. Вот. Ну, собственно говоря, да, специфического лечения нет, профилактика посредством вакцинации. Наверное, с краснухой все. Ну, по диагностике все то же самое. Антитела в материнской сыворотке, обнаружение вируса с помощью ПЦР, обнаружение РНК-вируса в различных средах, когда мы подозреваем врожденную инфекцию. И что еще надо помнить, что у ребенка с врожденной краснухой вирус выделяется длительно. И вот этот ребенок является источником инфекции, вирус может выделяться до трехлетнего возраста, то есть довольно долго. Это надо помнить о тем, кто там не прививался, не болел, и кто не имеет антител, он может благополучно заполучить. Такой ребенок может быть источником инфекции. Так, чего еще можно сказать от хорошего? Да, наверное, и все. Значит, Парвовирус B19. Инфекция, сейчас вроде про нее хоть что-то знают. Раньше вообще многие, ну, например, когда я учился в институте, нам про это вообще ничего не говорили. Собственно говоря, сейчас вроде как в литературе все-таки она описана. Ну, тогда вообще ни про что не говорили, например, там, ни про вот эти как раз экзантемы, да, ни шестой тип, ни пятый тип, ни про интервирусные все экзантемы, почему-то они проходили мимо, они вообще никак не преподавались, непонятно почему. Это все уже самостоятельно, скажем так, изучалось. Парвовирусная инфекция в популяции довольно широко распространена. Ее часто путают с другими экзантемами. Дети вот поступают часто с диагнозом направления как краснуха, так и псевдотуберкулез, так и корь, потому что, ну, это так называемая пятая болезнь, да, типичное течение этой инфекции. Это инфекционная эритема, ну, или синдром отшлепанных щек. Соответственно, в клинике у ребенка, например, с нормальным иммунным статусом это будет начало продрамальное в виде начала респираторной инфекции. Обычное недомогание в течение одного-двух дней, потом появляется типичная сыпь. И если почитать, в принципе, литературу, то вы узнаете, что появление сыпи, в принципе, говорит о том, что это уже иммунная реакция, ребенок в этот период уже не заразен. То есть наибольшая заразность как раз была в продроме в инкубационном периоде. Что еще надо знать про парвовирус? Парвовирус имеет некую опасность для пациентов отделения онкогематологии, потому что вирус тропен к ретробластам и к костному мозгу. И он может, помимо вот такой типичной детской, скажем так, экзантемной инфекции, провоцировать довольно тяжелую пластическую анемию у лиц, которые к этому предрасположены, и вызывать довольно выраженную депрессию кровотворения. Про это надо помнить. Про что еще можно сказать, что, например, в случае каких-то семейных вспышек этой инфекции у части пациентов, например, это может быть типичная инфекционная эритема, а у кого-то это могут быть довольно типичные, довольно красивые реактивные артриты, например. И очень часто, как они случаются у женщин, в основном это поражение коленного сустава, это такой хороший реактивный артрит, красный, горячий, болезненный, с выпадом. Такое тоже может быть. Значит, ну, у людей с нормальным иммунным статусом эта инфекция протекает благоприятной терапией, какой-то противовирусной она не требует, но надо помнить, что пациент может заразить других, например, или пациентов с иммунодефицитом, или беременных женщин, ранее не болевших этой инфекцией. На самом деле она не так распространена в популяции, как, например, как герпесвирусы, и очень у малого количества людей антитела к паровирусу B19 выявляются, поэтому, в принципе, вот, ну, я обычно всегда спрашиваю, если обращается пациент с жалобами на такую усыпь, нет ли в окружении где-то беременных женщин, и те, кто планирует, потому что, как бы, тут за ними должно быть наблюдение. На ранних сроках вирус вызывает выкидыши, на поздних сроках он может вызывать тяжелую анемию, которая может также приводить к выкидышу, к мертворождению. В качестве терапии я знаю, что, в принципе, центр Алмазова практикует гемотрансфузии внутриутробные, ну, противовирусного специфического лечения не разработано, и не знаю, будет ли разработано. Значит, хотелось бы остановиться на вирусе простого герпеса. Это первый и второй тип, наверное, вот по тяжести течения и по проявлениям это наиболее тяжелая врожденная инфекция. Тут тоже есть определенный алгоритм в виде, как бы, именно в плане диагностики этой инфекции и каких-то эпидемиологических алгоритмов. Ну, мы все знаем, что 80-90% взрослых инфицированы вирусом герпеса первого, реже второго типа. Соответственно, там перекрестного иммунитета нет. Кто-то носит первый тип, кто-то второй тип. Соответственно, первичная инфекция, вызванная вирусом первого или второго типа, проявляется типичными высыпаниями у обычных детей и взрослых, нормальных, иммунных. Далее вирус находится в нервных ганглях, это так называемая тегментотропная группа герпес-вирусов. И в результате каких-то неблагоприятных факторов может быть реактивация данной инфекции. Соответственно, наиболее опасна все та же ситуация, как с цитомигаловирусом. Беременная женщина, ранее не болевшая, не имевшая первичной инфекции и приобретающая эту инфекцию во время беременности. И наиболее некрасивая и тяжелая ситуация, когда женщина приобретает эту инфекцию в третьем триместре. Передача обычно, особенно если это герпес второго типа происходит через родовые пути, интранатально, и мы можем столкнуться с довольно тяжелыми проявлениями. Обычно манифестации это вторая, третья, реже четвертая неделя, это тяжелое поражение нервной системы в виде тяжелого менинга энцефалита, протекающего очень агрессивно, с выраженным геморрагическим некротическим синдромом, с массивными внутримозговыми кровоизлияниями и в принципе с плохими исходами. То есть полного выздоровления у новорожденного ребенка практически не бывает никогда. Обычно это или летальный исход, или это исход в тяжелое органическое поражение нервной системы со стойкими резидуальными проблемами в виде тетрапорезов, эпилепсии, гидроцефалии и прочего. Поэтому вот это как раз надо профилактировать, надо смотреть, то есть если у нас беременный не имеет антител G к первому или второму типу, надо все-таки предупреждать, что такое может быть и за этим ребенком наблюдать, особенно там, когда в семье кто-то является носителем, например, хроническим этой инфекции, потому что вот с точки зрения как раз тяжести течения у новорожденного ребенка это, наверное, наиболее агрессивное поражение. Терапия есть, да, это, наверное, единственная инфекция, ну, CMV-инфекция тоже, да, против герпес-вирусов у нас есть препараты, атипичные нуклеозиды мы можем пользоваться. Конечно, высокие дозы ацикловира внутривенно в качестве противовирусной терапии используются, но опять же надо понимать, что инфекция течет довольно агрессивно. Ну, да, выделяют локализованную инфекцию, это может быть как инфекция с поражением кожи изолированной, так и поражением нервной системы, чаще это диссиминированная инфекция с поражением, скажем так, таким вот, по комбинированным, как нервной системы с преобладающим поражением в виде энцефалита с церебральной недостаточностью, ну, может быть, поражение печени, легких и других органов комбинации. Обычно в клинике такие дети поступают в стационары с судорожным статусом, это где-то вторая-третья неделя жизни, ребенок становится вялым, сонливым, что всегда очень настораживает как раз педиатра, отказывается от еды, дальше развивается выраженное угнетение нервной системы с развитием такого судорожно-коматозного статуса. Ну, про прогноз я сказал, да, что летальность исключительно высокая, особенно при диссиминированных формах. Так, ну и, наверное, на врожденных инфекциях я закончу, там какие-то вопросы у нас есть, чтобы перейти к другой теме, нет, там ничего не пишут, что-нибудь еще по врожденному, все, дальше переходим, да, переходим дальше, по времени у нас все нормально, да, ну, кто эти два человека, я думаю, все знают или никто не знает, правильно, да, это, собственно говоря, один из вопросов последних был в том тесте, который почему-то многие не прошли, это два британских ученых, сэр Энтони Эпштейн и его ученица Ивона Барр, которые, собственно говоря, вынесли довольно большой вклад в изучение герпес-вируса, в частности, вируса, который был впоследствии названных именем, и, наверное, так потихонечку перейдем как раз к очень интересной теме герпес-вирусных инфекций, что же это вообще такое и что мы с ним будем делать, потому что этот такой термин пугают всех, все ищут, и кто только поиском этих инфекций не занимается. Значит, собственно говоря, на данный момент у нас есть восемь вирусов, которые патогенны в отношении человека, их можно делить на группы, есть альфа, бета, гамма, герпес-вирусы по классификации, альфа – это первый, второй, варецел и зостер, гамма, Эпштейн-бар, ну и так далее, да, значит, вирусы можно делить на лимфотропные, тегментотропные, одна из тоже старых классификаций. Значит, что еще можно сказать? Первый, второй тип всем известен. Так, вот что я хотел, наверное, сказать, что для всех герпес-вирусов есть определенная эпидемиологическая закономерность. То есть есть человек, не болевший герпес-вирусом, человек приобретает этот вирус из внешней среды от носителя или больного с явными клиническими проявлениями, у него развивается первичная активная инфекция, вызванная этим вирусом. Соответственно, это может быть латентная инфекция, может быть бессимптомная совершенно, может быть типичная инфекция с типичными симптомами, как легкими, так и тяжелыми, которые характерны для данной инфекции. Соответственно, для первого-второго типа первичной инфекции это будет обычный простой герпес, как генитальный, так и лабиальный. Реже это будут другие локализации, это может быть поражение нервной системы в виде энцефалита и в виде поражения может быть периферической нервной системы. Варицела зоста – третий тип, соответственно, первичная инфекция, это будет всем известная ветреная оспа. Вирус Апштейна-Бар – первичная инфекция, могут быть различные варианты течения. Это может быть типичный инфекционный мононуклеоз, так называемый синдром мононуклеоза. Так это может быть и просто затяжная респираторная инфекция, это может быть инфекция, текущая по типу больше с преобладающим поражением печени в виде гепатита. Как раз и такие пациенты поступают с направительным диагнозом острого гепатита. Например, цитомигаловирусный инфект, то же самое, приобретенная цитомигаловирусная инфекция, это может быть первичная инфекция в виде респираторной инфекции, в виде затяжной респираторной инфекции, в виде инфекционного мононуклеоза, довольно типичного, иногда не совсем типичного, больше иногда с поражением печени. Мы можем видеть мононуклеоз с довольно спокойной ротоглоткой, но с выраженной лимфоденопатией, например, и с выраженной гепатоцепленомегалией. Также это может быть бессимптомное течение, острые инфекции. Инфекция, вызванная вирусом герпеса 6 типа и 7 типа, они в принципе сходны. Первичная инфекция, это всем известная у детей. Лихорадка в возрасте около года, обычно с 6 месяцев до 2 лет. Седьмой тип обычно пишут более позже, более выраженное появление сыпи. Это так называемая внезапная экзантема, экзантема субитум или розеола инфантум, про которую, я думаю, все педиатры уже написали в своих блогах во всех социальных сетях. Действительно трехдневная лихорадка, иногда с минимальным катаром, иногда с тензилитом, что служит показанием к назначению необоснованной антибактериальной терапии, потому что надо помнить, что настоящих стриптококков ангину ребенка в 9 месяцев быть просто не может. Обычно ребенок лихорадит стойко, высоко, иногда этот вирус может спровоцировать, он все-таки имеет некую тропность нервной системы, и с этим вирусом могут быть связаны как раз фибрильные судороги у детей в этом возрасте. И в дальнейшем на четвертые сутки температура падает, и в этот момент появляется типичная пятнистая сыпь, обычно на шее, на лице, на груди, на животе. Сыпь трактуется по-разному, каких только диагнозов не бывает. Чаще всего, так как ребенок три дня высоко лихорадит, к нему неоднократно приходит доктор, к нему приезжает бригада скорой помощи, он получает много чего хорошего, он может получать инъекции литической смеси, различные комбинации жаропонижающих. Так как ребенок длительно лихорадит, он может получать антибиотики, различные противовирусные препараты. Ну и, собственно говоря, появление сыпи в разрешении этой болезни трактуется как аллергическая реакция на все то, что ребенок получал в этот период. Значит, какие еще там типичные клинические проявления, на что можно смотреть? Обычно просто иногда поступает ребенок в возрасте 9 месяцев, стойко лихорадит без других симптомов. Вот действительно кажется, что будет это оно. Это затылочные лимфоузлы, очень типичная затылочная лимфоденопатия. Она находится сразу, в принципе, вы можете сказать да, и можете маме сказать, вот, вы знаете, у вас буквально через два дня появится сыпь такая, вы не пугайтесь, это нормальное течение инфекции. И самое интересное, что когда сыпь появляется, мама начинает верить во врача, потому что он это сказал. Вот, но надо помнить, что сыпь появляется примерно у третьих всех случаев пациентов, которые переносят инфекцию. Это может быть просто стойкая высокая лихорадка, которая разрешается сама по себе. Поэтому, наверное, вот все вот эти вот рассказы о том, что зубы резались с высокой температурой, она по времени просто совпадает, поэтому чаще всего вот эти вот все, когда бабушки начинают говорить, вот у нас, да, у папы, мамы тоже в этом возрасте с такой температурой высокой резались зубы, скорее всего, это была вот эта инфекция. Потому что все-таки прорезывание зубов температуру 39-40, наверное, все-таки не вызывает. Что еще можно сказать? Да, после снижения температуры и появления сыпи, я думаю, многие педиатры, которые эти детей видели, дети очень капризные. Очень капризные и очень такое неприятное поведение. Они отказываются от еды, они там дерутся. Ну, вот есть особенность такая поведенческая. Ну, седьмой тип, в принципе, ничем не отличается. Отличается только тем, что чуть позже по возрасту это может случиться. Поэтому, когда пациенты говорят, ой, у нас уже такое было и вот опять, ну, это может быть действительно седьмой тип. Восьмой тип я на нем останавливаться не буду. Это вирус, который больше характерен для пациентов с ВИЧ-инфекцией и основное его проявление – это так называемая саркома Капоши. Это ассоциировано с этим вирусом заболевание. Я думаю, кто занимается ВИЧ-инфекцией, про это знает. Так, значит, про… Валентий Сергеевич, есть вопрос из чата, пока мы далеко не ушли. Спрашивает слушатели, правильно ли они понимают, что в возникновении может появиться либо первый, либо второй тип, ну, очевидно, речь про гриппс-вирусы, или все же они могут составить, могут друг другу сопутствовать? Тут так кучерялось. Нет, первый, второй тип это разные вирусы, это разные инфекции. Соответственно, у нас бывает или первый, или второй, то есть там нет никаких перекрёстных этих самых. Человек может быть инфицирован первым типом, может быть инфицирован вторым, и они совершенно… И первым, и вторым тоже. И первым, и вторым тоже. Это всё равно, что CMV, и ветреная оспы – это разные инфекции. Поэтому, как бы, иногда антитела суммарно определяются, это да, но есть такая система, но… Вот, значит, чего дальше? Соответственно, у нас развивается первичная инфекция, вызванная этим вирусом. Эта инфекция течёт, течёт, течёт. Она может течь остро, может течь подостро. Иногда инфекция, вызванная вирусом Обштейна-Баррали, CMV у детей раннего возраста, может очень изматывать родителей. Это может растянуться на пару месяцев. И это может быть такая затяжная респираторная инфекция, когда они вот приходят, говорят, вот нос заложен, ничего не помогает, вот храпит постоянно, какая-то субфибрильная температура, и вообще непонятно что. И вот он болеет, он болеет, он болеет, и мы так вот устали, и всё. Но, тем не менее, вот так она течёт, повлиять на это мы ничем не можем. На самом деле, чем меньше мы вмешиваемся в этот процесс, тем быстрее активность инфекции уйдёт, и тем быстрее у нас сформируются, собственно говоря, так называемые латентные инфекции. Соответственно, вирус остаётся, любой герпес-вирус остаётся в организме пожизненно, в разных локализациях. Соответственно, первый, второй, типа, третий – это обычные нервные ганглии всё-таки, а Эпштейн-бар – это Б-лимфоциты, он обычно там проживает. Соответственно, цитомигаловирус, шестой тип – это тоже лимфоидная ткань, цилиндрические эпители, где он может постоянно проживать. И, собственно говоря, все мы, вот если на сейчас скринингово всех пообследовать, у нас, наверное, процентов 80 будут антитела, к различным герпес-вирусам. Ну, скорее всего, первый тип, второй, наверное, ветряная оспа тоже, Эпштейн-бар – ЦМВ, шестой тип, наверное, тоже это будет. Но у кого будет, у кого нет. То есть мы все являемся носителями. У нас есть латентная инфекция. Вирус у нас живёт, и, собственно говоря, пока мы не заболели тяжёлым иммунодефицитом или ВИЧ-инфекцией, или вдруг с нами не случилась какая-нибудь тёнка гематология, требующая тяжёлой химиотерапии, собственно говоря, эти вирусы живут, будут жить, и мы с ними будем жениться, рожать детей, стареть, например, и дальше передавать по цепочке эти вирусы своим детям. Вот, наверное, это называется латентная инфекция или носительство. Соответственно, что у нас может быть? У нас может быть реактивация. В каких случаях это может быть? Например, для обычно первых трёх типов существуют факторы, которые способствуют этой реактивации. Это могут быть как острые инфекции, это могут быть тяжёлые инфекции, например, очень часто бывают герпетические высофания на фоне той же пневмококковой крупозной пневмонии. Варицел изостр реактивируется в виде так называемого опоясывающего герпеса, ну или опоясывающего лишая, соответственно, и поражает те сегменты, те нервы, ну, собственно говоря, в узлах которых он поселился. Это могут быть как чаще всего паравертебральные ганглии грудного отдела, так это могут быть и ядра черепных нервов, соответственно, у нас тогда будут специфические проявления. Первый тип всё-таки это чаще черепно-мозговые нервы, чаще это всё-таки тройничный нерв. Одним из факторов провокации, кстати, тоже может быть местная проводниковая анестезия в стоматологии. Очень часто пациенты жалуются после вот этой вот анестезии по ходу ветки тройничного нерва, возникают высыпания, которые требуют терапии, иногда тройничный нерв в принципе очень довольно часто даёт такие выраженные болевые синдромы, поэтому это иногда требует назначения и противосудорожных препаратов, антидепрессантов. Для инфекции, вызванной вирусом Штейна-Бар, реактивации бывают, они бывают в течение жизни, они текут без симптомы, то есть на фоне какой-то другой инфекции, там, например, того же гриппа или другой респираторной инфекции, мы можем обнаружить ДНК вируса в различных средах, но это опять же не говорит об активности, это может быть реактивация бессимптомная, спонтанная, которая в принципе также сама разрешается. Про что ещё хотелось бы сказать, например, что всё-таки герпес-вирусы – это такие вирусы-индикаторы, и если мы видим у пациента клинику активной инфекции, не первичной, а реактивации, в первую очередь мы должны задуматься, откуда это взялось. То есть мы не должны начинать как бы именно это лечить, а мы должны понимать, с чем связана реактивация. У взрослых чаще всего, конечно, это возникает на фоне иммунодефицита, приобретённого на фоне ВИЧ-инфекции, поэтому тяжёлые поражения, связанные с вирусом парицелла зостр, тяжёлый опоясывающий герпес – это всегда повод сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. Опять же, реактивация иммунонуклеоза, подобные синдромы затяжные или реактивация инфекции, вызванной вирусом, цитомигаловирусом – это тоже повод поискать и пообследоваться, нет ли у нас действительно ВИЧ-инфекция, так как надо понимать, что она уже давно вышла за пределы групп риска, что это совсем не геи, совсем не внутривенные наркоманы и женщины лёгкого поведения, и что, наверное, в данный момент, скажем, как это сформулировать, наверное, контингент, в котором в большей степени выявляется вот эта вот первичная ВИЧ-инфекция, это беременные женщины из благополучных семей. Не потому, что они этим чаще болеют, а потому, что просто они проходят скрининг, то есть они идут в женскую консультацию, они сдают кровь, и у нас вот это вот всё обнаруживается. И ВИЧ-инфекция давно уже вышла за пределы вот этих вот каких-то определенных групп риска и давно уже широко шагает по стороне. Так, значит, вот по поводу диагностики, про что хотелось бы сказать. Соответственно, по методам диагностики у нас есть сирологические методы диагностики, вирусологические методы диагностики и молекулярно-генетические методы диагностики. Соответственно, вирусологические методы – это больше экспериментальные методы, используемые в различных клинических исследованиях, они не сильно актуальны. То есть, опять же, заражение, выращивание, это требует определенных лабораторий, определенных культур клеток, поэтому рутинно это все-таки не используется, хотя в международных стандартах это периодически появляется. Нам доступна серология, определение антител к различным белкам вируса различных классов, и нам доступно обнаружение ДНК вируса в различных средах, и, соответственно, по сочетанию серологических методов исследований и молекулярно-генетических мы можем сказать, какая у нас имеется стадия заболевания, имеется ли активность, это первичная острая инфекция или это реактивация, например, какой-то старой инфекции, и, честно говоря, я не сторонник назначения, например, только какого-то одного класса антител, потому что нет, конечно, с экономической точки зрения для пациента может быть это оправдано, но надо понимать, что определение антител класса иммуноглобулинов М, оно не всегда достоверное, и получив эти антитела, не зная, имеются ли антитела класса G, сказать, острая это инфекция или нет, не всегда корректно. Опять же, ПЦР-диагностика, да, метод очень чувствительный, мы обнаруживаем ДНК вируса в различных средах, но, опять же, без антител по ПЦР-диагностике сложно сказать стадию процесса. То есть мы по ПЦР-диагностике можем только констатировать репликацию вируса в какой-то среде, и все. Соответственно, понять, это первичная инфекция или не первичная инфекция, мы тоже не можем, поэтому, если у нас цель действительно понять, чем болеет пациент, ну, лучше все-таки назначать и то, и то. Значит, по цитомигаловирусной инфекции. А, ну, по вирусу Эпштейн-Абар, что ИФА, в принципе, хорошая тест-система, если какие-то сомнения, опять же, метод химилюминесценции, мы определяем 4 класса антител, это антитела М, антитела G к апсидному белку, антитела G к предранним антигенам и G к ядерным белкам. Во всех книжках инфекционных существует картинка, таблица, и по сочетанию вот этих вот антител 4 класса вы можете сказать, это отсутствие инфекции, это первичная активная инфекция, это угасающая первичная инфекция или так называемая поздняя пастинфекция носительства. Значит, на что надо обращать внимание, антитела класс М очень часто после первичной инфекции сохраняются длительно, иногда год, иногда больше. И если у вас пациент, например, переболел инфекционным мононуклеозом, вы больше ориентируетесь на появление антител к ядерному белку. И если они появились, вы можете говорить о том, что да, пастинфекция уже сформировалась, о том, что сформировалось носительство, потому что иногда запаздывает элиминация антител, иногда это могут быть перекрестные реакции с другими антителами организма. Можно делать, конечно, смотреть антитела ЭМОДЖИ методом иммуноблота, но, опять же, не все хорошо его трактуют. Иногда, да, бывает, что какой-то определенный белок держит вот всю эту реакцию, и получается, что у нас постоянно пациенты ходят, у них и гмунглобулины им положительные, их лечат, 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 лечат непонятно от чего. Вот, поэтому что должно настораживать? Ранний белок. Ранний белок – это признак, скажем так, активной агрессивной инфекции. Появление его вдруг внезапно как раз говорит о том, что мы будем что-то уже искать нехорошее. То есть, если у нас пациент был с пастинфекцией, у него были джиг капсидному и джиг ядерному белку, а вдруг появляются какие-то симптомы, и вдруг вылезает ранний антиген, как бы вот надо задуматься, потому что, да, с вирусом Обштейн-Абар у нас много различных заболеваний, может быть ассоциировано на этом, я думаю, позже остановимся. Вот, ну, то есть тут нужен определенный диагностический поиск. По цитомигаловирусной инфекции также у нас есть ПЦР, мы определяем ДНК вируса в различных средах, и мы можем, соответственно, смотреть антитела класса М и G в сыворотке методом амуноферментным, методом химиолюминесценции, который более предпочтителен, потому что как раз если вы откроете любые зарубежные источники, там будет написано, что определение антител класса иммуноглобулинов М к цитомигаловирусу не является диагностическим критерием острой инфекции. Это очень часто бывает перекрестная реакция, и очень часто как раз у пациентов с инфекционным мононуклеозом, которых определяются антитела класса ИГМ к апсидному белку, у них также определяются антитела иммуноглобулина М к цитомигаловирусу. Но это не значит, что это идет микс инфекция, это значит, что у нас идет такая перекрестная реакция. Так, значит, по поводу цитомигаловируса, ну что еще мы можем смотреть? Можем, конечно, смотреть о видность антител, потому что, опять же, низковидные антитела, высоковидные антитела будут играть роль в диагностике. И критерием диагностики активной CMV инфекции все-таки будет сочетание, ну, во-первых, наличие симптомов инфекции, во-вторых, обнаружение ДНК вируса хотя бы в двух средах, желательно одной из которых будет кровь, ну и определение, опять же, антител, ну, может быть, нарастание титра антител G. То есть, опять же, это комплексное исследование, и ставить диагноз только по обнаружению иммуноглобулина М не совсем корректно. Для вируса герпеса 6 типа, в принципе, у нас только есть сирология и ПЦР, обнаружение ДНК вируса в различных средах. Антитела класса М, фактически, для диагностики не используются сирологически. Мы смотрим G как ретроспективный метод о том, что был пациент инфицирован, и все-таки критерием активности инфекции и репликации будет у нас ПЦР, но, опять же, желательно в нескольких средах. Для чего это важно, например, вирусы герпеса могут, помимо обычных форм инфекции у пациентов, обычно с какими-то дефектами иммунной системы, они могут вызывать, например, поражение нервной системы, вирус герпеса 6 типа редко, но может вызывать, например, энцефалиты у детей. Поэтому рутинно цереброспинальная жидкость тестируется на эту группу вирусов, и, соответственно, уже дальше делается вывод о том, чем вызвано данное поражение нервной системы. Так, наверное, нет там вопросов никаких, всем все понятно, замечательно просто. Значит, ну, наверное, уже вот по презентации, это будет последний слайд, наверное. Значит, по самые интересные вопросы, самый всегда такой вот коварный вопрос, это терапия герпесовирусных инфекций. На самом деле препаратов, которые нам позволяют, как, например, при гепатите С полностью избавиться от вируса в организме, не существует. У нас есть препараты, в основном это группа атипичных нуклеозидов, которые могут подавлять активность герпесовирусов и, соответственно, нам переводить инфекцию из активной острой в латентную инфекцию, которая, собственно говоря, дальше не будет мешать здоровью. Но надо понимать, что эффективность препаратов ацикловира в сторону шестого типа герпесовирусов, скажем так, существенно снижается. И если ацикловир активен и хорошо работает в отношении первого-второго типа, то для вируса герпеса третьего типа или варицелозостер дозы этого препарата используются в четыре раза уже больше, чем стандартные дозы на лечение первого-второго типа. И, соответственно, в отношении вируса Эпштейна-Баррицитомигаловируса этот препарат в принципе не активен. Там описана какая-то активность инвитера, но вам надо понимать, что активность инвитера, она не равна активности инвива. Поэтому, собственно говоря, ни в какие стандарты и международные рекомендации по лечению инфекции, вызванной вирусом Эпштейна-Баррицитомигаловирусом, данные препараты, собственно говоря, и не входят. Ну, собственно говоря, у нас есть в отношении симплекса и варицелозостера три препарата с различными коммерческими наименованиями. Это ацикловир и два препарата, которые являются пролекарствами, которые, скажем так, позволяют нам существенно повысить комплоентность пациента и удобство применения этих препаратов, потому что все мы знаем, что ацикловир у нас используется пять раз в сутки. И с точки зрения приема это довольно неудобно. То есть это каждые четыре часа с ночным перерывом, восемь часов принимать препараты, иногда в высоких дозах. На ту же инфекцию, вызванную вирусом ветреной оспы, там надо принимать 800 миллиграмм. Это четыре таблетки за раз. То есть, понимаете, какие объемы этого препарата, конечно, есть там более концентрированные, но тем не менее, значит, наука пошла в направлении создания так называемых пролекарств препаратов, у которых немножко замедлено в освобождении, поэтому был синтезирован сначала ацикловир в виде оригинального препарата, а потом появление многочисленных генериков на рынке. И еще один препарат, который я тут не указал, это пенцикловир, ну и, собственно говоря, его про лекарства, это фамцикловир, ну всем известный фамбир, который тоже можно использовать в виде всем известных таких обрывающих схем на обострение первого или второго типа. Значит, ну и, собственно говоря, активность ацикловира и его аналогов, то есть валацикловира и фамцикловира распространяется на первые три герпес-вируса, причем для варицелозостер там дозы увеличиваются практически в четыре раза по сравнению с изначальными. В отношении вируса Эйпштейна-Бар противовирусной терапии не разработано. Может быть, это будет впоследствии Нобелевская премия, но, тем не менее, на данный момент препаратов, которые эффективно работают в отношении этого вируса, нет. Различные препараты использовались, пробовались высокие дозы интерферона альфа-инъекционного, но на самом деле эффективность этого практически так и не была получена. И это на самом деле большая проблема. Есть состояния, при которых необходимо лечить инфекцию, вызванную этим вирусом. Это в основном те же ситуации, связанные с онкогематологией, с трансплантацией и с тяжелыми инфекциями-оппортунистами у ВИЧ-инфицированных, но, однако, к сожалению, лечить мы их не можем ничем. В отношении цитомигаловирусной инфекции у нас есть другая группа препаратов из тех же атипичных нуклеозидных. Это гонцикловир, который, я думаю, многим известен, особенно неонатологам, кто работает в виде фирменного оригинального препарата. Это цимивен внутривенный. Препарат обладает высокой токсичностью, поэтому для того, чтобы его назначить, нужны веские показания. То есть бессимптомная латентная инфекция или, например, врожденная инфекция, но малосимптомная, в принципе, не требует лечения данным препаратом. Обычно все-таки показания к назначению этого препарата – это тяжелая врожденная инфекция с поражением центральной нервной системы зрения, слуха, печени. И чаще всего по протоколам этот препарат, есть клинические рекомендации у нас по введению цитомигаловирусной инфекции, как российские, так и зарубежные, используются в сочетании со специфическим иммуноглобулином, не а цитотектом, который является высокодозным иммуноглобулином, содержащим, грубо говоря, иммуноглобулины G к цитомигаловирусу. Но надо понимать, что как монотерапия, не цитотект использование в принципе не совсем корректно, потому что это фактически как пассивная иммунизация. Опять же, если у нас есть высокий уровень антител класса G, зачем нам их еще добавлять? Поэтому, собственно говоря, эта схема направлена именно на лечение первичной активной инфекции у ребенка, мать, которая цитомигаловирусной инфекцией не болела и антитела класса G, ребенку не передала. Значит, опять же, у нас есть пролекарство, я вот не помню, оно зарегистрировано сейчас на территории Российской Федерации или нет, я знаю, его возили контрабандой пациенты. Это волганцикловир, это пероральный прием, он под торговыми названиями вальцит или волсайт, в принципе, известен. Он назначается перорально у пациентов с симптомной, с активной врожденной цитомигаловирусной инфекцией у детей. Он используется как продолжение противовирусной терапии. То есть, вначале назначается внутривенный ганцикловир на срок в среднем 21 день, потом пациент переводится на пероральный прием волганцикловира уже на длительный срок до 6 месяцев, иногда до года, для того, чтобы как раз предупредить повреждение зрительного и слухового анализатора. Так, что-то я еще по этому поводу хотел сказать, забыл. Значит, да, ну и пока… А, еще, соответственно, к этим двум препаратам существуют строгие показания. Это новорожденные с манифестной формой врожденные инфекции. Это ВИЧ-инфицированные, у которых в основном проявление цитомигаловирусной инфекции – это специфический хориоретинит. И это, опять же, онкогематология, это иммуносупрессия, трансплантация костного мозга. Соответственно, наверное, и все. И поэтому лечить острую, активную, приобретенную ЦМВ-инфекцию у ребенка, например, вне периода новорожденности или у взрослого, этими препаратами, соответственно, совершенно не оправданно, потому что риск от назначения данной терапии намного выше, чем риск от каких-то вариантов течения этой инфекции, которая, в принципе, в любом случае переходит в латентную, и в дальнейшем уже пациента никак не беспокоит. Ну, в отношении седьмого типа препаратов нет. В отношении шестого типа, опять же, существует за рубежом еще один противовирусный препарат – фоскарнет, но, опять же, в России вы его не найдете. Есть еще цедофавир, которого тоже вы в России не найдете, поэтому, я думаю, про них можно и не говорить. Значит, что можно еще сказать все-таки про герпес-вирусы и про их демонизацию, потому что, наверное, пациенты с найденными антителами к вот этой большой группе вирусов, они постоянно приходят, это основной контингент, который сейчас приходит на амбулаторный прием к врачу-инфекционисту, от врачей различных других специальностей. Наверное, доминируют лор-врачи, которые почему-то с очень большим упорством начинают искать герпес-вирусные инфекции, особенно лимфотропные герпес-вирусы, такие как вирусы Пштейна-Барцит, это мигаловирусы герпес-6 типа у детей с различными проблемами отреноларингологическими, например, с гипотерапией аденоидов, миндалин, с длительными какими-то лимфоденитами. Откуда еще могут? От неврологов. Часто приходят пациенты, но там тоже надо разбираться, потому что, да, для некоторых герпес-вирусов описана определенная роль в развитии определенных проблем. По-моему, сейчас описана была недавно статья, которую недавно обсуждали, про роль вируса Пштейна-Бар и про его определенное потенциальное участие в старте рассеянного склероза. Но, опять же, надо понимать, что мы пока на этот процесс повлиять не можем. То есть у нас есть пациент, 90% людей инфицированы этим вирусом, поэтому, соответственно, трактовать любую проблему, которая возникает у пациента, начиная от вросшего ногтя, заканчивая депрессией, потливостью, алопицией, и как ассоциированную с герпес-вирусами, ну, это не совсем корректно на самом деле. Для того, чтобы доказать роль, надо, во-первых, доказать, что есть активная инфекция, соответственно, определенными методами, и понять, вообще, нужно ли ее лечить. Потому что у 90% пациентов, которые приходят на прием, все-таки определяется так называемая латентная инфекция или носительство, которое в терапии не нуждается, и пациент все-таки отправляется по профилю лечить свою основную болезнь, которая с герпес-вирусами не связана никак. Опять же, надо помнить, что назначение терапии определенной, особенно высокодозными интерферонами, например, индукторами интерферонов, очень часто приводит к последствиям, к довольно тяжелым. Это может быть как иммуносупрессия, иммилосупрессия, так это может быть, я думаю, эндокринологи подскажут мне, поражение щитовидной железы. Я помню, тиреидиты, да, Галина Афанасьевна Мельниченко по этому поводу всегда очень ругается, и на самом деле с интерферонами это довольно часто связанная проблема. Сейчас от этого ушли, но если вы помните, например, лет 10 назад интерфероны высокодозные, да, пигелированные или просто интерфероны инъекционные, это была стартовая терапия и стандартная терапия пациентов с хроническими гепатитами С. Сейчас, к счастью, мы от этого ушли, то есть интерфероны в принципе уходят. Надо понимать, да, что интерфероны остались в терапии рассеянного склероза бетаинтерферон, некоторых опухолей, как, опять же, иммуносупрессоры, и к интерферонам надо относиться как не к стимуляторам иммунного ответа, а как к иммуносупрессорам на самом деле. Я помню, мы с кем-то из таких уже, то, и опытных врачей, там, лет 10 назад, как раз смотрели, у нас поступали дети на терапию противовирусную с гепатитами С, там, по определенным программам, они получали эпигелированные интерфероны, и это довольно была тяжелая терапия, начиная с того, что это были очень высокие лихорадки со знобами, и мы по этому поводу тоже очень долго общались. У многих пациентов их просто обсыпало герпес-симплекс с ног до головы, поэтому, например, использовать те же интерфероны в терапии, например, герпес-вирусной инфекции, но не очень корректно, потому что интерфероны как раз это больше все-таки иммуносупрессоры, но и стимулировать на самом деле иммунную систему тоже не надо, можно достимулироваться тоже до определенных нехороших состояний. Вот, поэтому, что еще? Наверное, мы… Там вопросов нету? Вот, давайте вопросы, а потом мы, наверное, пробежимся по нашему тесту, который был. Да, там отличные вопросы, и я даже присоединяюсь к одному из них, он очень в тему сейчас будет. Является ли субфибрилитет, длительный субфибрилитет показанием для обследования пациента на эти вирусы? Ой, ну, длительный субфибрилитет, на самом деле, это такая мультидисциплинарная, скажем так, проблема. Давайте с определения начнем. Вот это то, что меня лично всегда, как врача-терапевта, бомбит. На самом деле, да, с субфибрилитетами вещь… Вообще лихорадки неясного генеза, да, это довольно большая группа пациентов, которые приходят на прием к инфекционисту, я думаю, всем эта группа знакома, всем знакомы ее характерологические особенности, скажем так, в больших кавычках. Значит, что тут надо понимать? В первую очередь, все-таки с лихорадками неясного генеза особенно, ну, можно поделить по группам. Лихорадки, например, длительные субфибрилитеты у детей раннего возраста, там, до двух, трех, пяти лет, чаще всего все-таки это инфекционно обусловленные проблемы, чаще всего, да, это может быть лихорадка, вызванная первичной инфекцией, ассоциированной с герпес-вирусом, там, Экштейн-Бар, ЦМВ, и опять же, в данном случае надо просто подождать, когда это все пройдет, лучше вообще и не вмешиваться, при условии того, что мы у этого пациента исключили другие причины, которые могут вызвать лихорадку. То есть, наверное, я сформулирую так, у пациентов с лихорадки неясного генеза очень редко, когда находятся причины этой лихорадки. И наша задача как врача при лихорадке неясного генеза не выяснить причину этой лихорадки, которая не находится, а исключить те возможные причины, те красные флаги, которые, скажем так, при отсутствии вовремя проведенной диагностики и терапии могут нанести какой-то вред пациенту. Скажем так, мы знаем, да, что по тем же санитарным нашим правилам старым все лихорадки неясного генеза мы обследуем, но если это все суббибрилитеты, например, мы обязательно обследуем на латентную или активную туберкулезную инфекцию, то есть всем понятно, что туберкулез мы выявили, мы его должны лечить, иначе у нас будет очаг, будет цепочка и все дальнейшие последствия. Что еще нужно исключать? Иногда, да, дебют системных заболеваний, особенно у детей раннего возраста, это могут быть различные, это могут быть и системные варианты ревматоидного артрита, я думаю, Ольга Юрьевна про это может много чего рассказать. Недавно был года 2 или 3 у нас пациент тоже с такой лихорадкой, это был дебют дерматомиазита ювенильного, там был, по-моему, 9 лет, ну вот какой-то такой совсем небольшой ребенок. То есть мы должны исключить системные заболевания, мы должны исключить туберкулез, мы должны исключить, особенно если у нас идут какие-то эндокринные проблемы, да, лихорадку, мы должны исключить центральный генез, то есть развитие каких-то нейроэндокринных опухолей, например. То есть если к нам приходит эта лихорадка неясного генеза, там с весом за 100 килограмм, с головными болями, с артериальной гипертензией и с какими-то такими другими симптомами, конечно, ясно, что это не инфекция, что это вообще хлеб эндокринолога. Вот, значит, какая еще есть группа? У нас есть очень большая группа, которую сейчас, к сожалению, на протяжении, наверное, процентов 90 всех этих лихорадок, это подростки, причем если раньше эти лихорадки неясного генеза это были подростки в возрасте там 15-16-17 лет, то в связи с тем, что сейчас социальные сети и, скажем так, интернет активно проникает в жизнь и младших школьников, мы видим, что вот эти вот лихорадки неясного генеза или так называем, как мы называем это еще, лихорадка учебного периода, что она сейчас начала случаться у детей, начиная с 9 лет, причем обычно это такие довольно специфические семьи, там сразу видно, когда они входят в кабинет, что сейчас будет совсем все плохо. Вот это стандартные дети, у которых температура начинается во второй половине сентября, сохраняется весь учебный год и, соответственно, заканчивается она к концу мая, ну и есть периоды облегчения на время каникул, осенних, весенних и зимних. Ну, я думаю, всем понятно, с чем связана эта лихорадка. Ну, что еще может быть? Могут быть различные симптомы полиморфные, субъективные, которые мы не можем пощупать. Это может быть недомогание, это может быть слабость, это могут быть какие-то боли непонятно где, это могут быть головные боли, то есть то, что мы не можем объективно оценить. И на самом деле даже у себя в центре у нас есть определенный алгоритм обследования таких пациентов, и в первую очередь все-таки ставится вопрос об истинности данной лихорадки, то есть это стандартный дедовский метод, это контроль температуры в трех точках силами медицинского персонала. После двух суток такого контроля все лихорадки неясного генеза начинают рассасываться, пациенты чудесным образом в стенах стационара не лихорадят. Когда температуру начинает измерять медсестра в двух подмышечных областях, в прямой кишке, соответственно, все эти результаты записывать, параллельно контролируя пульс, потому что все мы понимаем, что любая лихорадка будет вызывать повышение частоты сердечных сокращений. Вот, наверное, про это хочется сказать. Ну и оставшиеся, наверное, 5-10%, дальше это уже такое крупное сито, где мы дальше уже начинаем какой-то диагностический поиск, тоже исключение системных каких-то проблем, аутоиммунных проблем, например, патология щитовидной железы, которая тоже может давать какие-то лихорадочные состояния. Железодефицит может давать латентный, тоже длительные лихорадки с недомоганием. Ну и то, что касается взрослых, наверное, тут тоже, ну тут, конечно, такого количества вот этих вот артифициальных лихорадок меньше, конечно, хотя тоже есть люди, которые по… ну греют, да, греют градусники, да, если вы откроете YouTube, вы можете найти 10 способов, да. Там разные методы есть, съесть грифель от карандаша, выпить йод, натереть солью, там, что-то не греют. Ну чаще там все-таки не на цифру у взрослых, а там вот тоже какие-то симптомы полиморфные недомогания. Взрослые, да. Я чувствую. Дети, они приходят, они, видно, не могут контролировать, насколько они этот градусник греют, поэтому у детей все-таки бывает иногда там 40-42, и вдруг такие скачки там то 36, то 42, и вот они пишут письма всем, что никто им не помогает, все от них отказываются. Ну там, там, конечно, определенный психологический климат в семье, и там, ну всегда эти пациенты видны, вот они как входят в кабинет, сразу понятно, что можно прятаться под стол, да, что сейчас будет все очень тяжело, сейчас будет доставаться папка с файлами, где это все вот сложено по пачечкам, это будет мама и бабушка в шапке, ну вот уж стандартный, я думаю, пациент, который вот, да, к сожалению, там еще можно упомянуть, да, однополую семью, которая тоже является одним из факторов формирования лихорадок неясного генеза. Вот, поэтому, да, тут все обычно сложно и тяжело бывает. Есть категория, да, взрослых, которые с этим приходят, там надо разбираться, это могут быть как инфекции, так и не инфекции, так и железодефициты. Надо помнить, что у взрослых это может быть и соматизированное депрессивное расстройство, которое тоже может давать вот это вот недомогание. Опять же, красные флаги какие? Если у нас лихорадка имеет, например, определенную закономерность, с утра температуры нет, вечером есть, после засыпания нет, ясно, что это лихорадка неинфекционная. Инфекционная лихорадка после засыпания не будет снижаться. Опять же, есть так называемый аспириновый тест, да, это, соответственно, прием. Ну аспириновый он в кавычках, да, ребенку мы даем парацетамол и бупрофен, смотрим, есть ли эффект на фоне приема. Опять же, что еще можно сказать? У большинства вот этих пациентов, которые приходят с жалобами на вот эти лихорадки, у них свой градусник. И начинается песня про то, что вот ваш градусник в больнице неправильный, а у нас свой градусник, который мы держим 10 минут, и вот у нас 37,1 на нем набегает. Ну, к счастью, я так понимаю, сейчас Россия подписала какое-то соглашение, по которому ртуть не будет использоваться, и, наконец, ртутные градусники исчезнут из продажи, но я думаю, что они там контрабандой где-то будут сохраняться, там для особо любящих это все. Но, к счастью, в стационаре уже ртутных градусников нет давно из-за опасности загрязнения ртутью и парами, а по, соответственно, в основном электронные все-таки градусники. Вот, поэтому процентов, наверное, на 90 у вот таких пациентов с лихорадками неясного генеза, эти лихорадки носят неинфекционный характер, и чаще всего это, ну, пациенты видны все-таки, или это дебют какой-то системной патологии, это может быть как воспалительная болезнь кишечника, так и волчанки, так и дерматомиазиты, но, опять же, надо смотреть сочетание, да, это могут быть различные лихорадки, связанные, например, с поражением гипотолами-гипофизарной системы, там, теми же опухолями, когда действительно это будет в сочетании избыточного веса с головными болями, с артериальной гипертензией, соответственно, и, опять же, с определенного рода лихорадкой. Поэтому, ну, да, таких пациентов обследуют на герпес вируса, у них находят ДНК чего-нибудь в слюне, начинают лечить, и это вот все длится годами, но на самом деле это не приносит пользы пациенту, поэтому я думаю, что это все-таки такой тупиковый путь поиска. А на какую все-таки цифру ориентируемся? Ну, то есть, что мы... Вообще... Простите, для меня это болезненный момент, потому что всегда с пациентами в разговоре начинаешь определять, что вообще, собственно, происходит, потому что если мы обратимся к критериям лихорадки, Всемирная организация здравоохранения 37,8 нам постулирует, CDC 38,3, и причем это все же перевод в Цельсии и Фаренгейтов. Ну, это да. И возникает вопрос, в общем, с субфибрилитетом-то мы что считаем? Больше 37,8, 37,5? Это очень такой момент скользкий. Ну, тут понять, что вообще называть и что как определять. На самом деле для многих людей лихорадка, даже не лихорадка, а температура до 37,5, это может быть их просто вариантом нормы. Особенно у женщин, например, в второй фазе менструального цикла, после еды. Да, связанность с фазами цикла, с едой. То есть, по идее, надо раздеться, полежать, померить температуру, а не подняться на 10 этаж и потом ее померить. Надо же понимать, что температура тела, частота сердечных сокращений, частота дыханий, артериальное давление – это не статические показатели. То есть, мы можем вот сейчас, например, я разговариваю, у меня может быть 140 на 100, лягу я, у меня будет 120 на 70. Это не значит, что у меня какое-то заболевание. Может быть, у меня сейчас тоже 37,1, я просто ее никогда не мерил. Поэтому тут вот на самом деле тревогу у населения сейчас, особенно с учетом всех новых эпидемиологических различных наших ситуаций в стране и в мире, люди и так тревожны. А вот на волне коронавирусной инфекции эта тревога возросла многократно, поэтому, конечно, тревожных, индуцируемых очень много. И, к сожалению, у нас есть определенная недоработка психиатрической службы и стигматизация психиатрической службы. Люди боятся идти с тревогой психиатрам, потому что думают, что их сразу на учет куда-то поставят, куда-то там справку дадут. Ну вот так, наверное. С одной стороны стигматизация, с другой стороны модно. И тут такой перекос в том числе бывает. Ну вот модно, лучше пусть будет модно, лучше пусть ходят и пусть лучше занимаются когнитивной терапией. И на самом деле от этого действительно есть польза, чем они годами там, например, интерфероны едят, а потом у них щитовидная железа там отваливается. Или, опять же, длительное использование различных иммунотропных препаратов. Потом онкогематологи очень не любят эти лекарства. Ну и ревматологи тоже. Потом дебют какой-нибудь неведомой совершенно системной болезни, которая... Которая еще течет, может, очень своеобразно. Вопрос от гинекологов. Так как в приказе Минздрава нет обязательного обследования беременных над цитами галловируса и тексоплазму, какие показания все-таки будут к обследованию беременной женщины на эти инфекции? Наверное, по поводу... Я думаю, что все-таки какой-то эпидемиологический анамнез надо посмотреть. То есть раз вот... Я не читал, честно. Я не успеваю. Я даже Санпин, который вот этот наш новый 3686... Интересно, вот есть люди, которые прочитали полностью этот Санпин? Потому что вот это вот 1054 страницы, вот этот кирпич... Я, честно, дошел только до утилизации тел павших верблюдов при чуме. И дальше я уже стал пролистывать. Вот. Значит, по вопросу, чего бы я сказал такого интересного. Наверное, все-таки, если у женщины дома есть кошки, или, например, она занимается... Ну, любит, например, да, там что-то связанное с сырым мясом, она прямо там жить не может без стейков с кровью или карпаччо, я бы все-таки у этой женщины антитилабы к тексоплазме смотрел, например. Вот так рутинно всем я тоже не вижу смысла. Это делать. По поводу цитомигаловируса я тоже не вижу смысла рутинно смотреть. Даджи есть практически у всех. Может быть, стоит смотреть, если, например, в семье есть маленькие дети. Надо понимать, что дети в возрасте, вот эти тоддлеры, так называемый детский сад, там 2-3-4 года, они как раз в этот период активно приобретают цитомигаловирусную инфекцию, и они являются ее активным разносчиком, соответственно, выделяя этот вирус со слюной и с другими различными выделениями. Поэтому, если вы откроете, опять же, всякие международные рекомендации, там будет написано, например, что женщинам, которые не инфицированы цитомигаловирусом и планируют беременность, стоит воздержаться от работы, например, вот в таких детских коллективах, нянечкой, воспитателем, там, например, каким-то педагогом, например. Вот, может быть, таких женщин стоит тестировать на цитомигаловирус, чтобы действительно не пропустить вот эту первичную активную инфекцию. Например, или если у женщины во время беременности, особенно на первый-второй триместр, она переносит какую-то респираторную инфекцию, какую-то вот вялую, затяжную, с какими-то лимфоузлами непонятными, там, с какими-то трансиминазами, какими-нибудь такими субпограничными, тогда действительно можно будет посмотреть, ну вот, чтобы не пропустить. Поэтому, опять же, всех тестировать я вот большого смысла не вижу, потому что все-таки давайте на симптомы ориентироваться. Спасибо. У меня тоже вопрос от гинеколога. Для нас это вообще очень больная тема. Так, поэтому мы и сделали эту встречу, собственно говоря. Первый вопрос. Я правильно услышала, может быть, неправильно, что вы все-таки рекомендуете антителам МДЖ герпесом первого-второго типа посмотреть всем беременным женщинам, и насколько это все-таки рационально, учитывая высокий процент серопозитивных людей. И можно сразу второй. И нас, конечно, всех впечатлило, насколько тяжело протекает герпес-вирусная инфекция у новорожденных. Есть ли какие-то рекомендации по профилактике интранатальной передачи и кому эта профилактика показана? Так, значит, по поводу первого вопроса. М однозначно нет, потому что ухватить первичную активную инфекцию, вызванную симплексом, очень сложно. И, честно говоря, вот я ни разу не видел это. Вот знаете, это большинство все-таки инфицируется в более раннем периоде. Насчет того, смотреть ли G, можно собрать анамнез. Если человек говорит, что у него периодически высыпания возникают, особенно, например, ну на губах, понятно, это чаще первый тип, то, может быть, и смысла G смотреть нет, потому что вы их получите. Ну, хорошо, они будут. Например, если, но, если, например, вот к вам приходит пара, и там, например, муж говорит, что да, вот у него часто бывает герпес, а жена говорит, а у меня не бывает герпеса, да, ну так, с точки зрения логики. Или, например, да, есть у кого вот генитальный герпес, бывает у партнера, например, то, может быть, стоит все-таки посмотреть статус G действительно. То есть, если G есть, то расслабятся. Если G нет, то тут, соответственно, уже думать, чего мы будем делать. Например, очень же часто беременность, это, в принципе, же иммуносупрессия. И, собственно говоря, вот эти М-ки к краснухе, М-ки к ЦМВ, вот эти вот надпороговые, они могут действительно говорить о какой-то реактивации, но, опять же, эта реактивация бессимптомная, она не опасна для плода развивающегося, потому что у нас есть трансплацентарный перенос старых материнских антител G. М через плацент уже не проникают из-за размера, а G проникают. Вот, поэтому, если у нас у плода есть сумма каких-то антител G, то у матери может быть, да, активная инфекция, ее реактивация, но у нас плод защищен. Вот, что еще по этому поводу у меня мысль была? По поводу, тут тоже антител, по поводу, да, профилактики. Значит, очень часто, да, так как беременность все-таки у нас дает иммуносупрессию, очень много, но я думаю, все-таки вот гинекологам, наверное, больше, чаще рассказывают, так же, как и инсоляция, например, беременность. Очень часто во время беременности у женщин рецидивируют лабиальный герпес, высыпает. Но если это, опять же, не первичная инфекция, пусть он высыпает, ничего страшного в этом нет. Вот, если высыпает генитальный герпес, то тут с этим сложнее, например. Активная инфекция генитальная – это повод подумать, какое у нас будет родоразрешение. Потому что инфицирование для герпеса второго типа, для симплекса как раз чаще – это инфицирование в родах. Поэтому тогда надо, наверное, избегать прохождения через родовые пути, соответственно, тогда у нас оперативное будет родоразрешение. Это раз. Во-вторых, надо понимать, что и я читал, по-моему, я не помню, что читал я, Up-to-Date, Limitscape, а может вообще мерка, который русскоязычный. Допустимо использование препаратов атипичных нуклеозидов у беременных, если есть явная инфекция, например. И если мы действительно думаем, что это первичная инфекция, то мы можем, в принципе, женщине назначить, или если у нас есть довольно с выраженными клиническими проявлениями, реактивация, например, симплекса, особенно генитального, то мы можем дать противовирусную терапию. Ну, может, конечно, вот этих вот, скажем так, вот этих болюсных, таких вот обрывающих схем не давать, когда там 4 таблетки за раз съедается, дать классическую схему. Но мы, в принципе, имеем право нуклеозидами полечить беременную женщину, понимая, что, опять же, ацикловир – это безопасный препарат с высоким профилем безопасности, и он входит в большинство протоколов по лечению инфекции у новорожденных. Если у нас, например, новорожденность непонятная какая-то, вот когда действительно мы пока еще не понимаем, речь идет о торч-синдроме, то есть что-то есть, но непонятно что, то есть у нас, конечно, стартово протокольно идут антибактериальные препараты, и мы такому новорожденному даем внутривенный ацикловир в расчете на то, что одним из вариантов это может быть инфекция, вызванная герпес-симплекс. Поэтому, соответственно, бояться этих препаратов не надо, от них там ничего не отваливается сильно. Я не говорю про ганцикловир, для которого есть строгие показания, но ацикловир, в принципе, мы назначать можем, и если есть показания, почему нет. Так, что там еще было, я уже не помню. У меня все, спасибо, я это хотела услышать. Можно сразу просто по теме? Здравствуйте, врач-уролог, тоже в лахтоклинике работаю, Филимон Ован. Но у меня вопрос по парам, которые планируют беременность. Например, у мужчины генитальный герпес, и если его посадить на супрессивную терапию, допустим, в течение шести месяцев, чтобы избежать рецидивов острой инфекции во время, когда уже женщина будет беременна, чтобы, например, женщине в период беременности не передать вот эту историю. Ну это в принципе логично, если женщина не инфицирована, не имеет, а партнер имеет, и его активно периодически высыпает, то, конечно, я думаю, что ему можно назначить свою супрессивную терапию, и ему надо активно лечить обострение, потому что есть люди, которые считают, что мы можем только местно чем-то намазать. Поэтому я думаю, почему нет, это логично все. Спасибо большое. У нас еще есть чата интересные вопросы, кстати говоря. Валентин Сергеевич, подскажите, пожалуйста, в офтальмологии встречаются увиты, неясные теологии, иногда бывают подозрения на вирусную теологию заболевания. Как можно это проверить? Встречались ли вы в своей практике с высокой защитой? Не очень знаю, что имеет в виду автор. Ну, в общем, было ли у вас такое, и могут ли увиты быть в контексте нашей темы? Ну, насколько я понимаю, что увит или иридоциклит – это, в принципе, такое заболевание, которое лечит офтальмолог на стыке с врачом-ревматологом, потому что очень часто это или проявление системной патологии рас, то есть очень часто увиты ассоциированы с различными формами артритов хронических, как ювенильного, ревматоидного, так и других форм. Поэтому, собственно говоря, ревматологи всегда работают в связке с окулистами, окулисты всегда смотрят детей с ревмопроблемами, потому что идет поражение как суставов, так и глаз. Виты могут быть, да, неясные, скорее всего, все-таки там смешанное будет. То есть там нет четкой вирусной этиологии, и вот думать о том, что вот мы сейчас полечим противовирусными препаратами, и у нас все пройдет, я думаю, нет. У окулистов больше проблемы как раз тяжелые бывают кератиты герпесвирусной этиологии. Вот там они требуют терапии как местной, так и системной различными препаратами. Но это довольно узкая область офтальмологическая. Вот увидят, и я бы смотрел все-таки как вот такие вот именно постинфекционные реактивные состояния, которые, может быть, будут требовать какой-то иммуносупрессивной терапии, но не противовирусной, если, опять же, и диагностику, опять же, надо смотреть, потому что антитела, и это не всегда критерий. И вот как раз в продолжении вопрос про кератиты. При рецидивирующем герпетическом кератите используются такие же схемы противорецидивной терапии ацикловир длительной? Ну, то есть, очевидно, та же самая супрессивная терапия рассматривается. Вы знаете, в этой области я, честно говоря, сильно много не смотрел. Все-таки это больше удел окулистов. Но я думаю, что, наверное, да, что кроме ацикловира у нас все равно других вариантов нет терапии. Если там доказана ассоциация именно с симплексом или со вторым типом, ну, длительный прием, чтобы подавить репликацию вируса. Но, опять же, там есть препараты, которые используются местно. Угу. Имеет ли смысл и театропно лечить второе и последующее обострение герпеса первого и вторых типов, легкие формы? А это зависит от того, какая форма и насколько она легкая. То есть, если оно один раз случилось, потом обострилось, у вас прошло без противовирусной терапии, ну и хорошо, и пусть так будет. Цель терапии какая? Максимально отсрочить следующее обострение и, соответственно, облегчить течение данного обострения. Опять же, надо понимать, что если знаем, что у нас там, например, мы куда-нибудь в Альпы съездили, да, там мы на фоне этого жесткого ультрафиолета начинает сыпать герпес, да, в первые часы можно съесть, да, тогда действительно процесс прервется. Но, опять же, надо понимать, что и по срокам тоже, на поздних сроках терапия уже будет малоэффективна. А сколько обострений в год может быть показанием, допустим, лабиальные герпесы или слизистые? Сколько обострений в год могут быть основанием для назначения супрессивной терапии? Ну вот по исследованиям я так не помню, но вот так с точки зрения тоже какой-то банальной логики, но там больше двух-трех, если это действительно доставляет дискомфорт, я бы, может быть, и назначил, потому что, по крайней мере, на обострение, вот эти вот обрывающие схемы, они хорошо работают. Потому что это часто пациенты спрашивают. Также вдогонку про субфибрилитет. Некоторые пациенты приходят с лимфоденитом от терапевтов для исследования герпесвирусной инфекции. Ваше мнение о ведении инфекционистом таких пациентов? Ну, в целом, здесь добавлю тоже, что очень часто при УЗИ, и что касается меня, УЗИ щитовидной железы, и там какие-нибудь лимфатические узлы 1,6-1,8, и вот начинается. Ну, тут вообще надо понимать, что мы считаем лимфоденитом, да, потому что, опять же, есть родители, которые нашли лимфоузлы у своего ребёнка. Это одна история. Как-то худенький ребёнок не так повернул голову, увидели, ой, какой ужас. На самом деле, ну, обычные лимфоузлы у всех такие есть. Вот. Есть лимфоузлы, которые будут существовать в норме, то есть передне-задне-шейные, подмышечные, паховые, подчелюстные, они будут. Вот. Если вы видите какие-то лимфоузлы как раз других локализаций, тут надо подумать, с чем это связано. Например, ну, затылочные лимфоузлы могут быть у маленьких детей на фоне вот первичной инфекции, вызванные герпесом 6 типа. Много заушных лимфоузлов, ну, тоже там повод подумать, что это такое. Вот. Есть лимфоузлы, которые однозначно не должны быть, и если они вылезают, то это, конечно, уже повод искать какое-то нехорошее зло. Вот. Опять же, насколько увеличены эти лимфоузлы? Если часто приходит ребенок, у него там шейный лимфоденид длительный, вот они пришли к инфекционисту искать инфекцию, ребенок открывает рот, там хоть цвет их выноси, там просто пульпит на пульпите, все сгнило и провалилось. То есть, ну, надо понимать, что такое лимфоденид, да, что такое лимфоденопатия. Это реакция, это барьер на пути распространения инфекции. Если у нас есть какой-то где-то очаг, соответственно, у нас будет лимфоденид. У пациентов, например, с тяжелым кожным процессом, с атопическим дерматитом, особенно когда он осложняется каком-нибудь вторичным нагноением, у них всегда будут увеличены лимфоузлы. Если там какое-то есть локальное местное повреждение, какой-то дерматит, опять же, это будет реагировать лимфоузлами в этой области. Поэтому, ну, тут надо смотреть, что за лимфоденид. Опять же, в помощь может прийти нам ультразвуковая диагностика, врач ультразвуковой диагностики, он описывает, какие лимфоузлы, какой они формы, потому что от формы много чего зависит. Опять же, скажем так, зло там сразу видно, там они другой формы, они другой плотности, там другое кровоснабжение идет, поэтому, собственно говоря, вот от этого зависит. И, наверное, при лимфоаденопатиях, опять же, как при суперрилитетах, наша задача не понять, чем это вызвано. Это же может быть просто какая-то длительная банальная вирусная инфекция. Но тот же аденовирус может дать там 3-4 волны в течение месяца с лихорадками, с увеличением лимфоузлов, там аденоидной ткани, миндалин и прочего. Но вот, все, потерял мысль, про что я говорил. Можно я тогда волну? На самом деле, очень часто ситуация бывает следующая, ребенка вырвало, заболел живот, диарея, родители бегут делать УЗИ, обнаруживается мезоденит, потом говорят, обязательно повторите УЗИ через месяц, они повторяют через месяц опять мезоденит, а потом еще мезоденит. И вот с этими мезоденитами тоже в том числе очень много проблем у педиатра, потому что бывает очень сложно убедить родителей, что просто надо перестать ходить на УЗИ. Ну, тут, да, вот мысль вспомнил. При отсутствии, просто жалоба-то тоже, функциональная диспепсия у детей, это очень частая ситуация, и они слабы. Вообще рецидивирующие боли в животе, да, с какими-то эпизодами слабости, это бывает. Значит, опять же, тут вопрос о красных флагах, например, да, и о том, что как при субфибрилитете наша задача не понять причину увеличения лимфоузлов, потому что она не всегда будет понятна, а исключить как раз то, что может быть опасно. Опять же, если вы откроете санитарные правила, лимфоденопатия у подростков, повод искать что? Туберкулезную инфекцию лимфоузлов. Поэтому пациенты, которые приходят с длительно увеличенными лимфоузлами, они идут выполнять или там кожные тесты, там реаксус ТР или игра-тесты, например, и дальше их уже трактовать и смотреть, что у них творится. Вот, поэтому, опять же, исключить какие-то нехорошие образования, да, но в помощь, опять же, ультразвуковая диагностика, опять же, генерализованное это или локальное увеличение лимфоузлов, есть ли какая-нибудь цитопения в анализе крови, это, опять же, все будет видно. Вот, наверное, в первую очередь это. Я думаю, что как раз, ну, герпесвирусные инфекции могут давать увеличение лимфоузлов, да, вот эти все подострые течения первичной инфекции, но это не страшно, то есть нам наша главная задача убедиться, что это не туберкулез, который нам будет ходить и свои эти палки Коха распространять, вот, что это не какое-нибудь злокачественное новообразование или какая-нибудь лимфопролиферация, которая потом, впоследствии, потребует довольно серьезной помощи, вот, иногда, про что еще надо помнить с лимфоузлами, мы как-то тут в командировках тоже находили, есть, да, специфические инфекции, которые дают увеличение лимфоузлов, не знаю, вот, может, кто-то видел, есть такая очень интересная болезнь, это бартонеллез, да, болезнь кошачьей царапины, там огромный лимфоузел, обычно в подмышечной области, ну, вот, с размером с хорошей перепелиное яйцо иногда и больше, действительно, это пугает, ну, это такая вот, да, первичная инфекция, вызванная бартонеллой, которую, ну, можно полечить антибиотиком, хотя написано, что она и сама может пройти, ну, вот, я думаю, таксоплазма может давать стойкий длительный лимфоденид, первичная инфекция, но, опять же, таксоплазменная инфекция у людей с нормальным иммунным статусом в терапии не нуждается, то есть, опять же, наблюдение. Ещё вопрос по поводу сыпи при паровирусной инфекции. Находила в литературе, что в последующем, вот, ребёнок поболел своей красивой ажурной сыпью, и потом, когда он заболевает любой вирусной инфекцией, то эта инфекция тоже может сохраняться, сопровождаться различными высыпаниями. Есть такое? Вот, нет, честно говоря, такого я не видел, может быть, что-то и описано, но на самом деле сыпи у детей очень много разных бывает, поэтому я видел очень много интересных ассоциаций, когда идёт микс паровые интервирусы, например, сыпи, может быть совершенно разные. То есть, паровирусная, вот эта вот типичная инфекционная эритема с вот этой кружевной сыпью и красными щеками – это один из вариантов течения инфекции, точно так же, как всем известная интервирусная инфекция по типу, да, синдром руконогород, это один лишь вариант. То есть, это не значит, что вирус коксаки вызывает только эту инфекцию, он может вызывать другие сыпи совершенно различные. Они могут быть, и интервирусы – это вообще, в принципе, великие такие мимы, которые могут иногда и на менингококковую инфекцию сыпь похожа, иногда она похожа и на коревую, поэтому… Есть довольно чёткие такие типичные варианты сыпи, а бывает очень сложно, думаешь, уроди на это, похожие на это, но тут уже… И по поводу всё-таки парных сывороток. Мы не должны, например, при подозрении на эпштейн-бар вирусную инфекцию, даже цитомегаловирусную, там, эмонглублинг брать в парных сыворотках? Нет, эпштейн-бар точно нет, потому что у нас другие критерии диагноза. На цитомегаловирусную инфекцию, в принципе, например, нарастание титра больше, чем в 4 раза в парных сыворотках, более диагностически значимо, чем находка иммуноглобулинов М, потому что, опять же, эти иммуноглобулины М иногда бывает… Ну, везде в литературе написано, что на них вообще нельзя ориентироваться, и они, в принципе, не нужны для диагностики. Через 2 недели, да, минимально? Ну, в среднем, да, 14 дней, нарастание титра, то же самое всё. Поэтому это гораздо более важно с точки зрения диагностики. Ну, я думаю, что про лобиальный герпес мы уже достаточно много говорили, про рецидивирующую герпесную инфекцию. Стоит ли награждать беременную женщину с IGM на краснуху на иммуноблот без признаков острой инфекции привитую? А что мы там увидим? Направлять? Да, да, да. Ну, награждать, в смысле, заставлять ей. Я понял вопрос. Скорее можно посмотреть. А зачем она задавала вопрос IGM? Из-за своей тревожности. Если там высокий уровень титров иммуноглобулина G, если она привита, и уж в крайнем случае можно посмотреть, обидность антител, и если она была привита давно, то не имеет смысла. Тем более, по-моему, иммуноблота к иммуноглобулин ММ нету. Есть, по-моему, иммуноблот G, насколько я помню. Но не буду врать, это надо смотреть, конкретные тест-системы. Тактика введения мононуклеоза, вызванного вирусом Эпштейна-Бар, у детей? Спрашивает Елена. Ну, во всем мире считается, что инфекционный мононуклеоз у детей, вызванный вирусом Эпштейна-Бар, это самоограничивающееся заболевание, которое проходит самостоятельно на симптоматической поддерживающей терапии. Поэтому надо понимать, что, например, тензелит с налетами в структуре этой инфекции – это не проявление бактериальной ангины, это проявление вирусной инфекции. Поэтому, собственно говоря, мы ведем это как обычную вирусную инфекцию. Антибактериальная терапия при инфекционном мононуклеозе будет, возможно, оправдана, если у нас инфекционный мононуклеоз осложнится или гнойным средним атитом, что бывает, из-за выраженной обструкции носоглотки или тем же, опять же, ну, это надо доказать, опять же, хороший, там, допустим, какой-то риносинусид, да, но, я думаю, все мы видели детей с инфекционным мононуклеозом, там, в принципе, такой отек носоглотки идет, и этот отек, в принципе, вирусный, поэтому вот бактериальную инфекцию надо, наверное, доказать сначала, причем не лейкоцитозом, потому что инфекционный мононуклеоз лейкоцитоза дает высокий, хотя бы, например, стандартными цифрами цирреактивного белка или прокальцитанинового теста, если уж так хочется дать. Но на самом деле я могу сказать, что я в 2007 году болел инфекционным мононуклеозом, я принципиально лечился только ибупрофеном, не помню, брал ли я больничный или работал, ничего страшного со мной не случилось, как вы видите, я вот перед вами сижу. – Эффективна ли вакцина против герпеса? Не ветрянки, уточняет Елена. – Хороший вопрос. Значит, по поводу вакцин, наверное, да, ну я уже как бы до этих слайдов не дошел и не сделал их. Значит, по поводу вакцин, да, в Москве есть эта вакцина, которая делается в герпетическом центре, но надо понимать, что вакцина эта существует давно, и если бы эта вакцина была действительно очень сильно эффективна, то она бы давно вышла на международный рынок и там бы активно, например, использовалась. Как вы видите сейчас, вот, например, в отношении наших коронавирусных вакцин, которые являются действительно прорывом и которые используются во многих странах мира. Но, тем не менее, наша вот эта вот вакцина против этого вируса герпеса, вот сколько она существует лет 20, она так никуда и не вышла ни на какой рынок. Поэтому я знаю, что некоторые инфекционисты рекомендуют эту вакцину как терапию отчаяния, когда перепробованы все способы. То есть, когда мы начинаем, например, с обрывающих схем, потом мы классическими схемами лечим, потом мы переходим на супрессивную терапию, там устрояем какие-то факторы, которые могут стимулировать, например, обострение инфекции, вызванной симплексом. Но, тем не менее, пациент все равно сыпет и сыпет. Я, честно, не рекомендую, потому что я все-таки придерживаюсь международных рекомендаций. Я знаю нормальных врачей, которые рекомендуют эту вакцину, ну вот именно как терапию отчаяния. Вроде как она безопасна, но, опять же, вот таких полноценных испытаний ее не проводилось. Что я еще хочу в отношении вакцин сказать? Да, у нас есть же вакцины в отношении герпес-вируса. Вроде она подходит с томигаловирусной. Вакцина как раз, по-моему, сделанная по принципу эмаренковых вакцин, по типу как раз файзеровской вакцины. Но не буду врать, недавно читал про нее, но уже тоже забыл. Вот. У нас есть вакцина против третьего типа. Это вакцина как против первичной инфекции, то есть ветреной оспы, так и вакцина против реактивации этой инфекции. Но, к сожалению, ее в России нет. Но, опять же, мы все ездим за границу, мы можем ее сделать. Значит, у нас есть две вакцины в России против ветреной оспы, которые вводятся двукратно, начиная с года. В некоторых случаях их можно раньше начинать вводить, если вы уверены, что... Ну, или по эпидпоказаниям, или вы знаете, что у матери нет высокого тетра антител. То есть вопрос-то в чем? В нейтрализации. Это как раз вчера тоже мы на вакцинации, на лекции обсуждали. Теоретически живыми вирусными вакцинами вы можете прививать детей, если нет антител. Если просто есть плацентарные антитела, то они инактивируют ваш этот вирус, и все это будет бесполезное введение вакцины. Вот. Значит, у нас, в принципе, вот эти две вакцины есть. Это Varil-Rix и Varivax. Сейчас Varivax активно на рынок выходит. А за границей у нас есть две вакцины. Это живая вакцина Zastavax и инактивированная рекомендантная вакцина Schingrichs, которая используется, если мне не изменяет память у взрослых старше, по-моему, 50 лет, для профилактики рецидивов, как раз тяжелых рецидивов опоясывающего герпеса. Вот. Наверное, в отношении вакцин против герпеса, ну, может быть, будет вакцина против вируса Эпштейна-Барна. Вот вроде цитамигаловирусная вакцина какая-то вот сейчас на стадии как раз подхода уже. Почитаем как раз. Может ли парвовирус вызывать младенческую нетрепению? Теоретически, да. Парвовирус, он, в принципе, тропин костному мозгу. Чаще всего это все-таки анемия, но я думаю, что он может участвовать в нетрепении. Некоторые герпес-вирусы, также, например, латентная ЦМВ-инфекция может быть. Одной из причин нетрепении, но это не значит, что это вирусная инфекция требует какой-то терапии. Поэтому есть понятие доброкачественной нетрепении детского возраста. Там может быть много факторов. Опять же, есть критерии этого диагноза, потому что многие ставят этот диагноз там, где нетрепении нет, и количество клеток совершенно нормальное на самом деле. Но, опять же, надо понимать, что... Про что я еще хотел сказать, наверное, и забыл сказать, что любая герпес-вирусная инфекция может быть триггером какого-то заболевания, например. Тот же инфекция, вызванная вирусом Эпштейн-Абар, может триггером быть, там, я не знаю, системной патологии, рассеянного склероза, например, чего-то еще. Но это не значит, что мы должны лечить саму инфекцию. Обычно, когда случается вот эта иммуноопосредованная реакция, сама инфекция уже большой роли не играет, и мы начинаем все-таки лечить вот эти последствия, связанные с работой иммунной системы в этот период. Еще один вопрос, животрепещущий, касающийся сроков медотвода от вакцинации после перенесенной герпес-вирусной инфекции. Я бы хотел все-таки уточнить, какой герпес-вирусной инфекции. Это мы сейчас уточним, но автором вопроса это не специально. Но медотводы, а вакцинации, это как раз, да, моя любимая тема. Вчера как раз я на эту тему читал часовую лекцию педиатрам. Все медицинские отводы от вакцинации у нас регламентированы нормативным определенным документом, довольно простым и жестким, как уголовный кодекс. Там все прописано. Номер этого документа у меня есть. Если кому надо, могу показать, но я его наизусть не помню, я только СанПин выучил. Значит, медотводы от вакцинации, они, во-первых, даются на определенный срок. Во-вторых, они даются с указанием, от чего мы отводим. От живых вакцин, от неживых вакцин, от каких конкретно живых вакцин. И надо понимать, что медотводы от вакцинации, там две группы, да, состояний, это те состояния, при которых вакцина действительно может повысить риск какого-то неблагоприятного события. Это раз, это порядка 5% всех медотводов от вакцинации. А, наверное, подавляющая часть медотводов, 95%, это состояние, при которых будет затруднена интерпретация той ситуации, которая возникла в поствакцинальном периоде. Как пример я всегда привожу. У ребенка после перенесенного гнойного менингита или тяжелого поражения нервной системы инфекционного, ну, например, там энцефалита, энцефаломиелита, там полирадикулы нейропатии, медотвод от вакцинации дается на наиболее большой срок, самый большой срок медотвода это 6 месяцев. Медотводов на больший срок не бывает. Чтобы не говорили узкие специалисты, обращаемся к тому документу, который у нас простой, как уголовный кодекс. Вот. Соответственно, почему после перенесенного гнойного менингита дается медотвод на 6 месяцев? Не потому, что введение вакцины в этот период как-то неблагоприятно скажется на ребенке и у ребенка там отвалятся ноги, руки, там голова и что-то прочее. Потому что, к сожалению, перенесенная тяжелая нейроинфекция, она дает отдаленные резидуальные последствия. Например, тот же гемофильный менингит, он часто дает в таком вот позднем резидуальном периоде развитие эпилепсии, например, гидроцефалии окклюзионной, каких-то различных вариантов других энцефалопатий. И поэтому вакцинация в этот период она не будет связана с этим событием, но если мы, например, через 3 месяца после перенесенного гнойного менингита прибьем ребенка, у него случится приступ судорог, все, конечно, побегут с криками, что это реакция на вакцину. А на самом деле это будет формирование эпилептических очагов банально после перенесенного гнойного менингита. И такие медотводы даются, чтобы не дискредитировать саму вакцину. То есть вакцина не нанесет какого-то вреда пациенту. Поэтому после герпетической инфекции, смотря какой, например, если это была острая инфекция, например, инфекционный мононуклеоз или ветряная оспа мы прививаем в стандартные сроки. Если эта инфекция не тяжелая, то разумные сроки можем даже там недели через две прививать. Ну, в среднем, как любят наши педиатры, один месяц. Ну, не более того, если эта инфекция какая-то была действительно тяжелая. Если это какая-то легкая малосимптомная инфекция, то опять же в любых нормативных документах по вакцинации вы прочитаете, что мы можем вакцинировать сразу после выздоровления и нормализации температуры, не дожидаясь даже исчезновения каких-то остаточных симптомов. А так как герпес-вирусная любая инфекция мало чем отличается от любых других вирусных инфекций, то подход такой же. То есть, наверное, был вопрос, надо ли давать после перенесенного инфекционного мононуклеоза медотвода на 6 месяцев. Нет, не надо. Значит, являются ли сохраняющиеся титры антител класса иммуноглобулина М к вирусу Эпштейна-Бар медотводом от вакцинации? Нет, не является. Является ли обнаружение ДНК ацетомигаловируса, вируса Эпштейна-Бар вируса герпеса 6 типа после перенесенной инфекции в течение определенных длительных каких-то сроков медотводом? Нет, не является. Напоминаю, что почему-то ни у кого не возникает вопрос вакцинации ВИЧ-инфицированных пациентов. Мы их, наоборот, прививаем по более, скажем так, усиленным схемам. Почему тогда возникает такой священный трепет по поводу обнаружения ДНК ацетомигаловирусов крови? Ну да, ребенок перенес, это будет длительно сохраняться. Это не является медотводом от вакцинации. И на этой прекрасной ноте я предлагаю завершать сегодняшнюю встречу. Вопросов много, это значит, что нам впредь надо еще встречаться и обсуждать эту животрепещущую очень важную тему. И я в очередной раз хочу сказать огромное спасибо вам, наш прекрасный лектор. Валентин Сергеевич это было про отводы вакцинации. А можете сослаться на свой инстаграм, например, чтобы с вами... Туда было? Да, я... А там спрашивают этот... потому что вы просто прекрасный спикер. Спасибо огромное. Вот, за нашу встречу. И я еще раз хочу напомнить, что сегодня мы провели нашу встречу в прекрасных стенах фонда Антонт тут рядом. Вы можете найти в начале нашей встречи QR-код, по которому вы можете пожертвование какое-то оказать фонду помощь, если вы посчитаете это нужным и важным. И также я в очередной раз хочу сказать огромное спасибо первому медицинскому каналу, который нас сегодня снимает, позволяет нашим врачам, которые нас смотрят онлайн, получать тоже своевременно нужные знания. Спасибо вам за ваше участие и поддержку нашего проекта док-то-док. Всем спасибо, до свидания.